Глава четвертая. В новых кружках. У Бекетовых и Майковых. Сейчас после Белинского, вспоминал в 1861 году Достоевский, занялся в отечественных записках отделом критики Валериан Николаевич Майков, который принялся за дело горячо, блистательно, с светлым убеждением, с первым жаром юности. Но он не успел высказаться. Он умер в первый же год своей деятельности. Многое обещала эта прекрасная личность, и, может быть, многого мы с нею лишились. Этот выдающийся критик сыграл заметную роль в истории ранних исканий Достоевского. В 1846 году Валериан Майков руководил группой молодых литераторов и ученых, объединенных Алексеем Бекетовым, однокашником автора двойника по инженерному училищу. Тут были два его младших брата, студенты и естественники. Поэт Плещеев, Аполлон Майков, Григорович, студент-восточник Ханков, доктор Яновский и другие. Таков новый круг Достоевского. В спокойной среде молодых ученых, изучающих природу и общество, Достоевский отдыхал от возбужденной атмосферы кружка литераторов. Он сообщает брату 26 ноября 1846 года, что благодаря своим новым друзьям он весь возродился. Это люди дельные, умные, с превосходным сердцем, с благородством, с характером. Они меня вылечили своим обществом. По предложению Достоевского была снята на Васильевском острове большая квартира и организовано общее хозяйство. Достоевский имел за 1200 рублей астигнациями в год, то есть за 35 рублей серебром в месяц, отдельную комнату с обедом и чаем для спокойной работы. Так велики благодеяния ассоциации, заключает он этот отчет о своем бюджете, пользуясь новым термином социалистической литературы. Когда в начале 1847 года братья Бекетовы уехали в Казань, Валерьян Майков привлек Достоевского к участию в литературном салоне своего отца, известного академика живописи Николая Аполлонча Майкова. Просторные приемные комнаты в большой квартире на Морской у Синего моста были увешаны картинами хозяина живописца. Он был известен росписью храмов, плафонами и медальонами на мифологические сюжеты, но также и женскими фигурами неоклассического жанра. Интересен его романтический автопортрет в стиле аналогичных работ Кипренского. Удачные изображения друзей семьи, литератора Солоницына, Третьяковская галерея и писателя Гончарова уже в 60-е годы, последний, выдержанный в хорошей реалистической манере, едва ли не лучший в иконографии творца обрыва. Современники ценили полотна Николая Аполлонча за свежесть красок и отчетливость композиций, но считали его все же дилетантом. Знаток искусств Григорович отмечал изящную красочность его палитры, напоминавшую старых венецианских мастеров. Достоевскому жанр этой академической живописи был чужд. Ему нужен был нравственный центр в картине, внутренний драматизм и предельная экспрессия. Этого не могли ему дать вакханки и купальщицы второго периода майковского искусства, выпавшего как раз на сороковые годы. Эллинистические умонастроения семьи сказывались не только в полотнах Николая Аполлонча, но и в стихотворных опытах его старшего сына Аполлона Николаевича, воспевавшего среди хмурого Николаевского Петербурга тимпаны, звуки флейт и плески вакханалий. С этим певцом Камей Достоевский сохранил дружескую связь до конца своей жизни, несмотря на глубокое различие их творческих темпераментов и художественных склонностей. Подлинным другом Достоевского в этой семье неокластиков стал второй сын живописца-академика, знакомый ему уже по кружку Бекетовых, Валериан Николаевич Майков, выдающийся молодой экономист и литературный критик нового исследовательского типа. Он был основателем экспериментальной эстетики и требовал от искусства пропаганды практических знаний. Он стремился внести в свои оценки и характеристики дух научно-философского анализа, показать гуманизирующее воздействие искусства на действительность. Он высоко ценит Герцена, для которого жизнь и наука составляют совершенное тождество, и признает Кольцова великим народным поэтом, сумевшим подняться до научного понимания современной жизни. Отсюда такой образец экономической поэзии, как стихотворение «Что ты спишь, мужичок». Это по определению критика воззвание страстного политика-эконома, облеченная в форму искусства. Но подлинным знаменем Валериана Майкова становится Достоевский. В первых же его повестях молодой критик признает первоклассный материал для новейшей литературы, основанный на точных данных социологии и психологии. В ряду ранних оценок Достоевского это, несомненно, новое слово, во многом оправдавшее себя. Общему мнению об авторе «Бедных людей» как ученике Гоголя, Майков противопоставляет свое утверждение о глубоком различии этих двух писателей. Гоголь поэт по преимуществу социальный, а Достоевский по преимуществу психологический. Сочинение Гоголя можно назвать художественной статистикой России. Достоевский же поражает огромностью своих характеров. Писатель-ученый идет своим самобытным путем, ни в чем не повторяя мертвых душ, и создает не менее значительные образы. Голяткин как лицо типическое, так же выразителен и вместе с тем так же общ, как Чичиков или Манилов. Вскоре Достоевский сообщает в официальном показании, что любил читать и изучать социальные вопросы. Социализм есть та же политическая экономия, но в другой форме. А политико-экономические вопросы я люблю изучать. Это огромный шаг вперед по сравнению с недавними мечтаниями о всеобщем счастье. Это уже приближение к научному толкованию новейшей общественной проблематики. Валериан Майков с 1846 года готовил большую статью о первых повестях Достоевского, которая могла бы стать первой исследовательской монографией о его раннем творчестве. Но это намерение осталось неосуществленным. 15 июля 1847 года молодой критик, разгоряченный прогулкой в окрестностях Петербурга, стал купаться в пруду и умер от удара. Ему еще не исполнилось 24 лет. В доме Майковых общество разбивалось на группы и в родных комнатах, в том числе и в громадной мастерской художника, устраивало чтение или собеседование на отдельные темы. «Говоря об этих группах, — вспоминал доктор Яновский, — я мог бы много рассказать о том, как, например, в той, где превалировал Федор Михайлович, он со свойственным его атомистическим анализом разбирал характер произведений Гоголя, Тургенева и образ своего Прохорчина». Это был герой третьей повести Достоевского, над которой он усиленно работал в 1846 году. Но цензура так исказила этот небольшой рассказ о смертельно запуганном чиновнике, что Достоевский в ужасе отступился от своего творения. Все живое исчезло. Остался один скелет. Беринский осудил эту непонятную повесть, в которой все же сверкают искры таланта. Сюжет был действительно найден удачно. Достоевский решил разработать газетную заметку об одном нищем чиновнике, который умер с полумиллионом на своих ветошках. Это соответствовало манере и общему строю идей Достоевского. Изображая скрягу из петербургских углов, он с характерным для него и впоследствии творческим вниманием к вековым образам русской и мировой литературы, например, написать русского кандида, ориентируется, как он сам сообщил об этом, на классические типы Мольера и Пушкина, на образы Гарпагона и скупого рыцаря. Замысел отличался широтой драматизма и поистине рембрандтовским колоритом. Скупец из титулярных советников представлялся Достоевскому лицом колоссальным, демоническим, всесильным, как рыцарственный хищник Пушкина. «Я выше всех желаний, я спокоен, я знаю мощь свою». Опустившиеся сожители этого департаментского властолюбца ощущают в нем нечто бонапартовское, сверхчеловеческое, титаническое. «Что, Наполеон вы, что ли, какой? Вы один, что ли, на свете?» Эти мотивы с огромной силой развернутся в больших романах Достоевского, где он поставит во весь рост проблему всемогущества денег и безграничных притязаний возгордившейся обособленной личности. Но и в первом эскизе на эту тему есть страницы потрясающей силы. Выдающийся фрагмент рассказа «Сон про Харчина». Могучими штрихами запечатлено это видение с его скрытыми пугачевскими мотивами и страхами запуганного скупца перед необозримой толпой народа на пожаре, которая обвивает его подобно удаву. Это уже предвещает мертвый дом, сон Раскольникова о разгульной толпе на кладбище, деревенское пожарище в братьях Карамазовых. Это уже черты подлинного великого писателя, затеянные в его раннем обезображенном и недооцененном рассказе, где видение сермяжной Руси, грозно наступающей на уединившегося сребролюбца, несет в себе нечто эпическое и обнажает самые корни национальной истории. Доктор Яновский Валериан Майков познакомил Достоевского со своим приятелем, доктором Яновским, который вскоре стал врачом и другом писателя. Это был молодой человек, 28 лет, служивший по медицинской части и лечивший, вероятно, бесплатно своих добрых знакомых. В начале 70-х годов Достоевский в одном из писем к Яновскому называет его одним из незабвенных, одним из тех, которые резко отозвались в его жизни. «Вы любили меня и возились со мною с больным душевную болезнью, ведь я теперь сознаю это, до моей поездки в Сибирь». Связь их первоначально была чисто медицинская. Яновский лечил Достоевского от золотушно-скорбутного худосочия, от ипохондрических припадков, как определял свою болезнь сам Достоевский, наконец, и от мозгового заболевания, то есть развивавшейся эпилепсии. 7 июля 1847 года Яновский констатировал у него припадок подучей, случившийся на улице. Пульс у Достоевского был свыше ста ударов, замечались легкие конвульсии. Врач повез его к себе, сделал ему кровопускание, отметил сильный прилив крови к голове и необыкновенное возбуждение всей нервной системы. Из писем Яновского к Достоевскому видно, что этот друг-медик относился к своему больному с большим участием и лечил его успешно. И позже, на расстоянии, живя в другом городе, он стремился внушить своему пациенту спокойствие и веру в жизнь, всячески ослабить его особенную какую-то наклонность к пессимизму, грустное и вечно тревожное состояние духа, склонность к сомнению и отчаянию. Эти ценные наблюдения врача над сложным характером писателя сам Достоевский высоко оценив. Но лучший диагноз своему душевному состоянию поставил сам гениальный романист-психиатр. Я был два года сряду в середине сороковых годов, болен болезнью странную, нравственную. Я впал в эпохондрию. Было время, что я терял рассудок. Я был слишком раздражителен, с впечатлительностью, развитую болезненно, со способностью искажать самые обыкновенные факты, писал через десять лет Достоевский. Доктор Яновский, как мы видели, верно охарактеризовал драму начинающего писателя, пережитую Достоевским. Врач умело запечатлел и портрет своего пациента. Рост невысокий, широкие плечи и грудь. Голову имел пропорциональную, но лоб чрезвычайно развитой, с особенно выдававшимися лобными возвышениями. Глода небольшие, светло-серые и чрезвычайно живые, губы тонкие и постоянно сжатые, придававшие всему лицу выражение какой-то сосредоточенной доброты и ласки. Великолепно сложенный череп с обширным лбом и рельефными лобными пазухами делал его похожим на Сократа. Более всего Достоевский любил беседовать со своим врачом о медицине, о социальных вопросах, об искусстве, литературе и очень много о религии. Достоевского влекла к себе библиотека Яновского, а в ней особенно Гоголь, любимец молодого автора с конца 30-х годов. Кроме сочинений велитристических, Федор Михайлович часто брал у меня книги медицинские, особенно те, в которых трактовалось о болезнях мозга и нервной системы, о болезнях душевных и развитии черепа по старой, но в то время бывшей в ходу системе Галля. Такова была зима 1846-47 года, «Переломный период в жизни и творчестве Достоевского», когда из кружка Белинского его повлекло к молодым ученым, а от будничных типажей натуральной школы к проблематике больших характеров и сильных страстей. Рассказы о бедных чиновниках сменяют сюжетная повесть романтического стиля, предвещающая его большие романы с уголовными фабулами и катастрофическими финалами. Романтическая повесть Достоевский был неутомим в своих творческих исканиях. «В моем положении однообразие, гибель», пишет он брату в октябре 1846 года. Стремясь во что бы то ни стало обновить свою раннюю поэтику, задержать свой уклон в мелко чиновничий быт и сказ, Достоевский огромным напряжением творческой воли прорывается к своему будущему жанру, роману страстей, моральных исканий, острой психологической борьбы и грандиозных вековых типов великого грешника, прекрасного человека, кающейся Магдалины. Так строится повесть «Хозяйка», над которой Достоевский усиленно работал больше года с октября 1846 по декабрь 1847 года. Первоначальный физиологический очерк перерастал в своеобразный роман «Тайн и ужасов» на основе новейшей психологической проблематики — раздвоение женского чувства, искупление мнимого греха, сила внушения и прочее. Творческий метод преображался. Один из главных элементов поэтики Достоевского — вдохновенность, замысла и стиля — вступал полностью в свои права. Типы столичных окраин принимали колорит романтической новеллы. Недаром Белинский заговорил по этому поводу о Гофмане и Марлинском. Сам Достоевский отмечал лирический характер своей поэмы в прозе. «Перрон моим водил родник вдохновения, выбивавшийся прямо из души», — писал он брату в начале 1847 года. Авантюрный сюжет здесь протекает на фоне современного Петербурга. Кандидат канонического права, неслужащий дворянин Михаил Васильевич Ордынов, работающий над академической диссертацией, переживает трагическую страсть, навсегда вырывающую его из мира обыденности, практицизма и успехов. Познавший личную катастрофу, он становится одиноким искателем нравственного смысла жизни. Это уже становление того психологического, духовного, внутреннего реализма, который отводит особое место Достоевскому во всей блестящей прияде критических реалистов. Автор стремится сохранить жизненность типов и правдоподобие коллизий. Все в основном достоверно, общеизвестно, даже буднично, привычный городской пейзаж, вид рабочей окраины, длинные заборы, ветхие избенки, трактиры и лабазы, колоссальные здания под фабриками, уродливые, почерневшие, красные, с длинными трубами. Главный герой окружен типичными фигурами с Гороховой и Вознесенского проспекта. Частный пристав, дворник татарин, бедный немец с дочерью, все это настоящая физиология Петербурга. Даже колдун и чернокнижник Мурин оказываются попросту главарем воровской шайки, вовремя скрывшейся от полиции. Но обычные черты очеркизма здесь заслоняются чрезвычайными событиями. Хозяйка строится остро-сюжетно, с интригующими ситуациями и развернутой уголовщиной, с напряженной внутренней борьбой, втягивающей в узловой конфликт натуры волевые и властные. Исповеди героев ведутся в неожиданной манере, народно-поэтической, старорусской, былинной, с отголосками песен разбойничьих и любовно-эротических, иногда в духе раскольничьих стихов или сектанских кантов, доходящих до высшей экзальтации и предельной восторженности. Только такой напряженный и надрывный стиль соответствовал широкому эпическому размаху повести. Это неистовый романтизм, но в четкой оправе петербургского очерка натуральной школы. В центре действия старец, с огненным взглядом, бывший поволжский разбойник Мурин. Он стал любовником матери прекрасной Екатерины, а позже загорелся страстью и к ней, своей падчерице, еще совсем юной. Мотив из страшной мести Гоголя, разработанный Достоевским не в духе ужасающего сказания, а в манере сентиментального натурализма. Примечание автора. Он поджег их завод, загубил ее родителей и увез ее с собой. Он стал гадальщиком человеческих судеб по таинственным фолиантам в черных переплетах, похожим на описанные уставы старобрядцев. Чернокнижник болен черной немощью или подучей, он старый хил, но превыше всего дорожит своей стутницей. Чтобы удержать ее у себя, он внушает молодой женщине, что она соучастница его преступлений, виновница смерти своей матери, совершительница величайшего из смертных грехов. Он требует от нее покаяний и доводит до помешательства. Больная убеждена, что только этот прорицатель и волх в состоянии отпустить ей страшные прегрешения и дать покой ее возмущенной совести. Но с появлением Ордынова она начинает верить в него, как в своего избавителя. Возникает сложная психологическая борьба. Старик готов удержать при себе свою подругу даже ценой страшной уступки, простить этой любовной, буйной, страстной натуре ее милого дружка. Но жертва свыше сил. Ревнивый до иступления бывший ушкуйник, потопивший в омутах волги жениха Катерина, купеческого паренька Алешу, снова готов на убийство. Но ни выстрел Мурина, ни кинжал Ордынова не приводит к развязке. Судьбу свою решает сама героиня. Все это получит свое полное развитие в позднем творчестве Достоевского. Халяйка предвещает главную ситуацию идиота, где героиня страдает таким же мучительным раздвоением чувства и мечется между ангелоподобным Мышкиным и преступным Рогожиным, которому она и бежит из-под венца, чтобы принять смерть от руки своего пасмурного ревнивца. Все это уже намечается в хозяйке. Уже Катерина признается Ордынову, что полюбила его за то, что душа его чистая, светлая, насквозь видна. Но железная воля Поволжского разбойника господствует над ее сознанием. Она любит обоих и страшится каждого. А мне всяк из вас люб, всяк родной, говорит она им о своем странном двоящемся чувстве. Она кончает тем, что отталкивает своего мечтателя и остается хотя бы ценой гибели с мрачным владыкой своей судьбы. По своей типичной сущности Ордынов предвестник Раскольниковы. Перед нами одиночий, одичавший в своем уединении молодой мыслитель. Он нелюдим и угрюм. Его ум, подавленный одиночеством, изощряемый и возвышаемый лишь напряженную, экзальтированную деятельностью, работает в одном направлении. Он вырабатывает новую научную систему, стремясь слить в ней творчество и знания, поэзию и философию. Он хочет быть художником в науке. Захваченный своим замыслом, он блуждает по переулкам Петербурга в поисках угла у полунищих жильцов в огромном черном и перенаселенном доме. Прохожие принимают его за сумасшедшего. В заключении повести намечается путь к духовному возрождению Ордынова. Как и позднее у Достоевского, этот катарсис не пережит до конца, а только намечен. Внешний мир потерял свой цвет для молодого историка, и прежнее творчество закрылось для него. Но его внутренняя жизнь не завершилась, она лишь устремляется по новому пути. Эта повесть, не признанная современниками и вскоре осужденная самим автором, являет в раннем творчестве Достоевского одно из предвестий его созданий зрелой поры. Общество пропаганды Глава пятая Петрашевцы Достоевский фурьерист Весной 1846 года к Достоевскому подошел на Невском проспекте незнакомец в плаще и широкополой шляпе и задал внезапно вопрос. Какая идея вашей будущей повести, позвольте спросить? Это был Петрашевский любивший оригинальность манер и эксцентричность беседы. Он был выдающийся деятель освободительного движения сороковых годов, убежденный фурьерист, организатор первого социалистического кружка в России, замечательный оратор, ученый пропагандист, одинаково поражавший своей эрудицией в социальных вопросах и своим мужеством в политической обстановке Николаевского Петербурга. В 1845 году он издал целую энциклопедию социалистических знаний под видом карманного словаря иностранных слов. В своем маленьком деревянном домике в Коломне у Покровской площади с покатившимся крылечком, расшатанной лестницей и убогой мебелью Петрашевский тогда же начал собирать по пятницам молодежь, интересовавшуюся новейшими социально-экономическими вопросами. Это был интересный калейдоскоп разнообразнейших мнений о современных событиях, распоряжениях правительства, о произведениях новейшей литературы по различным отраслям знания, сообщает в своих мемуарах Петрашевец Ахшарумов. Приносились городские новости, говорилось громко обо всем, без всякого стеснения. Иногда кем-либо из специалистов делалось сообщение вроде лекции. По свидетельству Семенова-Тяньшанского толки о Нью-Ланарке Роберта Оуэна и Икарии КБ, а в особенности о Фоланстере Фурье и теории прогрессивного налога Прудона занимали иногда значительную часть вечера. С весны 1847 года эти собрания стал посещать Достоевский. Главными темами обсуждений были в то время крепостное право, реформа суда и печати. В связи с этими практическими заданиями читались доклады об утопическом социализме, атеизме, борьбе с цензурой, общественном суде, семье и браке. «Мы осудили на смерть настоящий быт общественный, говорил Петрашевский, надо приговор наш исполнить». Как же строилась эта новая освободительная доктрина, захватившая мысль молодого Достоевского? «Существующий экономический строй», учил Фурье, «представляет собою режим несправедливости, анархии и нищеты. Он несет смертельную угрозу человечеству. Коренное переустройство общества необходимо прежде всего для пролетариата городов и деревень, то есть для самых бедных и самых обездоленных людей, которые наиболее заслуживают сострадания и помощи. Для облегчения их участи следует всем соединиться в едином грандиозном эксперименте. Необходимо создать первую мире фалангу, то есть аграрно-промышленную ассоциацию для общей жизни в обширном и великолепном здании фаланцертери с залами для концертов и танцев, аудиториями для лекций, театром и читальнями. Главная цель такого общежития новая организация труда, которая объединением земледелия с индустрией удецетерит прежнюю продукцию. Той же задачей всеобщего благоденствия послужит и умелое использование всех разнообразных свойств человеческой природы, склонностей, влечений, страстей, которые создадут в мире нравственном новый Ньютонов закон тяготения. Взаимные симпатии и соединенные энергии людей приведут к тому, что современный изнурительный труд уступит место труду наслаждению, обусловленному привлекательностью и разнообразием всего производственного процесса. Изображая уродство современной цивилизации, Фурье выступает острейшим критиком капиталистического мира. Это был, по словам Энгельса, один из величайших сатириков всех времен. Он пригвоздил к позорному столбу истории современных банкиров, купцов, колонизаторов, биржевиков, банкротов, ростовщиков, фронтье и всех вообще паразитов, копающихся как черви в недрах буржуазного общества. На смену этому страшному миру антагонизма и страдания возникает лучезарное царство разума и счастья, социальная гармония. Такому перерождению общественного строя будет сопутствовать и улучшение природных условий на нашей планете и даже во всей Вселенной. Путь к всеобщему счастью приведет и к высшей красоте космоса, к смягчению климатов, к появлению новых созвездий. Ознакомившись с учением Фурья на пятницах Петрашевского, Достоевский открыто выражал свое восхищение этим государственным романом, как называли у нас фурьеризм. Даже в своем показании Следственной комиссии он не в силах был обесценить критическими оговорками, захватившие его сердце учения. Фурьеризм система мирная. Она очаровывает душу своей изящностью, обольщает сердце тою любовью к человечеству, которое воодушевляло Фурье, когда он составлял свою систему, и удивляет ум своей стройностью. Привлекает к себе она не желчными нападками, а воодушевляя любовью к человечеству. В системе этой нет ненавистей. Реформа политической фурьеризм не полагает. Его реформа экономическая. Она не постигает ни на правительство, ни на собственность. К насильственному перевороту с переходом власти к новому передовому общественному классу Достоевский не стремился. Как правильно утверждал близко знавший его Петрашевец Семенов, впоследствии знаменитый русский географ Семенов Тяншанский, он и в молодости не был и не мог быть революционером. Он участвовал лишь в обществе пропаганды и в заговоре идей. Он провинился по его позднейшему признанию лишь своей верой в теории и утопии. Как и представители французского социального романа, он мог разоблачать богачей и сочувствовать их жертвам, но подобно этим популярным авторам сороковых годов, он не шел дальше оздоровления общества, то есть филантропической проповеди и социальных мечтаний. У него была одна любимая тема, восходящая контичным поэтам, идея золотого века. Это было представление о Берри невинности и блаженства, справедливости и вечного мира. Человечество еще не знало тогда ни собственности, ни войн, ни пороков, ни преступлений. «Золотой век», напишет Достоевский в 1876 году, «мечта самая невероятная, но за которую люди отдавали всю жизнь и все свои силы, для которой умирали и убивались пророки, но без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть». В сороковые годы он сам верил в осуществимость этой невероятной мечты и готов был служить ей своим словом. Правда, эти сочувствия не отразились на его творчестве. В своих произведениях тех лет он почти не выказывал аналогичных идей, и недаром Петрашевский открыто упрекал Достоевского за недостаточное изучение социалистической литературы. Из рассказов этого периода кажется, только в «Елке и свадьбе» можно отчасти уловить фурьеристский мотив о современном браке, как своеобразные купли-продажи, но и он здесь заглушается темой пожилого сладострастника, избирающего в невесты шестнадцатилетней девушку с большими задувчивыми глазами, словно молящими опощать. Но общая тематика утопического социализма, вопросы бедности и богатства власти и угнетения, порабочения и свободы слышалось не раз в горячих выступлениях Достоевского на журфиксах Петрашевского. По свидетельству Ипполита Дебу, страстная натура Достоевского представлялась членом кружков, наиболее подходящей для пропаганды. Писатель производил на слушателей ошеломляющие впечатления. Как теперь вижу я перед собою Федора Михайловича на одном из вечеров у Петрашевского. Вижу и слышу его рассказывающим о том, как был прогнан сквозь стройфельдфебель финляндского полка, отмстивший ротному командиру за варварское обращение с его товарищами или же о том, как поступают помещики со своими крепостными. Многим казалось даже, что в минуты таких порывов Достоевский был способен выйти на площадь с красным знамением. Мы узнаем здесь известные по позднейшей умственной биографии Достоевского процесс захвата его новым циклом идей, героических и сильных. Нельзя забывать, что и в сороковые годы перед нами прежде всего великий художник, продлинный поэт, как любил называть себя Достоевский. Но вдохновенность таких выступлений не свидетельствовала о его стремлении к революционному действию. Мастер слова влекся лишь к пропаганде освободительных идей, к широкому распространению тех новых великодушных учений, которые были призваны отменить крепостничество, цензуру, неравенство, гнет и нищету. Единственным средством к тому признавалось могучее и светлое оружие, которым в совершенстве владел Достоевский, слово печатное и устное. Как писатель и оратор он и готов был принять участие в длительном переустройстве современного общества. Именно этому учили его фурьеристы. Недаром их теорию обновления мира Ленин назвал социализмом без борьбы. Таков и был утопизм Достоевского. Вскоре он напишет своим судьям, «Пусть уличат меня, что я желал перемен и переворотов насильственно, революционно, возбуждая желчь и ненависть. Я не боюсь такой улики». В этом звучит голос безусловной искренности и она полностью подтверждается документами. В обществе Петрашевцев Достоевский пользовался уважением и дружеским сочувствием. И там он, в свою очередь, высоко ценил своих новых друзей за их выдающиеся таланты и познания. Когда в 1877 году одна газета заявила, что тип русского революционера деградировал от декабристов к Петрашевцам, Достоевский горячо вступился за гражданских товарищей своей молодости, заявив в печати, что среди них были люди, вышедшие из самых высших учебных заведений и ставшие позже видными учеными и общественными деятелями. Это не были стальные бойцы декабризма, которыми восхищался Герцен. Это было поколение, пережившее разгром революционного движения двадцатых годов и воспринявшее чарующую романтику утопического социализма. Но Достоевский сразу почувствовал в них передовых героев современности. В его бумагах сохранился краткий, но весьма примечательный набросок плана. Роман о Петрашевцах, Алексеевский Равелин, Ростовцев, Филиппов, Головинский, Тимкошский. Заглавие свидетельствует, что Достоевский всегда хранил творческую память о молодой России сороковых годов и мечтал о ее воплощении в свободной форме романа. Первая строка относится к разгрому общества пропаганды в 1849 году. Вторая называет фамилии членов кружка, особенно поразивших мысль писателя. Кто же эти три Петрашевца, которых Достоевский ставил на первый план в своем романе о русской революции? Павел Филиппов был студентом физико-математического факультета. Это еще очень молодой человек, писал о нем Достоевский, горячий и чрезвычайно неопытный, готов на первое сумасбродство. Но он внес в тесный кружок единомышленников весьма серьезное предложение размножать путем тайной литографии антиправительственные статьи. Он сам изготовил чертежи печатного сатанка и заказал его части в разных мастерских. Он увлек этим планом Достоевского, который вообще был пленен чистотой и благородством своего юного друга. В нем много очень хороших качеств, за которые я его полюбил. Именно честность, изящная вежливость, правдивость, неустрашимость и прямодушие. Одним из самых юных петрашевцев был правовед Василий Головинский, двадцатилетний юноша, сын масона, энтузиаст освобождения народа, отличный оратор, внушавший уважение логикой своей мысли и стойкостью убеждений. Достоевский познакомился с ним, видимо, в кружке Дурова, зимой 1849 года и ввел его в общество Петрашевского, где тот успел быть только два раза перед самым арестом и произнести только одну речь о падении крепостного права, но с присущим ему жаром и даром убеждения. Это стоило ему смертного приговора, а после помилования лишения прав и долголетней солдатщины. Третьим Петрашевцем, которого упоминает Достоевский, был лейтенант Черноморского флота Константин Тимковский. Он долго водил суда по океанам и знал много европейских и азиатских языков. Он полюбил всемирную литературу и выпустил книгу «Испанский театр». Он увлекся задачей произвести социальный переворот легальными средствами. Он был в то время глубоко религиозен и вызывался доказать путем чисто научным божественность Иисуса Христа. Среди Петрашевцев он пережил небывало быстрый и стремительный кризис. Он выступил перед ними с речью, призывавший к скорейшему народному возмущению и во всеуслышание заявил о своей готовности первым выйти на площадь и принести себя в очистительную жертву святому делу свободы. Он предлагал разделить мир между коммунистами и фурьеристами для сравнительного рассмотрения их учений, но лично уже склонялся к коммунизму. Тимковский увлек Достоевского. Это один из тех исключительных умов, которые, если принимают какую-нибудь идею, то принимают ее так, что она первенствует над всеми другими. Его поразила только одна изящная сторона системы фурья. Речь его была написана горячо, видно, что Тимковский работал над слогом. Достоевский отмечает в своем товарище врожденные чувства изящного и ум, жаждущий познаний, беспрерывно требующий пищи. Некоторые принимали его заистинный да геротипно верный снимок с Дон Кихота и, может быть, не ошибали. Личность Тимковского, видимо, отразилась через 20 лет на образе инженера Кириллова в «Бесах». Стремительный путь от религиозности к атеизму, готовность взорвать весь мир при серьезной практической работе в государстве, своеобразная революционность и самопожертвование при маниакальности господствующей идеи. Все это отмечает одного из выдающихся героев Достоевского резкими чертами его исторического прототипа. Не написав романа о Петрашевцах, Достоевский отразил в ряду персонажей бесов, такие поразившие его фигуры современников, как Петрашевский, Спешнев, Тимковский. Достоевский был знаком с тактикой похода утопистов на старый мир. Он пользовался библиотекой петрашевцев, целым арсеналом антифеодальной литературы. Помимо главных сочинений французских социальных мыслителей Фурье, Сен-Симона, Концедерана, Кабе, Луи Блана, Рудона, Пьер-Леру, здесь находились Вольтер, Руссо, Дидро, Гильвеций, Гольбах, романы Жорж Санд, Фейербах, Роберт Оуэнд, не считая философии Карла Маркса. Поглощенный своей творческой работой, он не мог специально изучать всех предшественников и классиков социализма, но многое он все же знал. Достоевский брал из библиотеки Петрашевского «Истинное христианство» Кабе с его основным тезисом «Коммунизм» это «Царство Божье на земле», то есть господство милосердия, братство, равенство, свободы, справедливость. Достигается оно только мирной пропагандой. Такие книги определяют оппозиционность молодого Достоевского. Спасти отечество от страшных язв, пауперизма, рабовладельчества, проституции, аракчеевщины может только безграничное распространение великих идей, провозглашенных утопическими социалистами. Бороться это значит бросать в массу книги, брошюры, журналы, газеты, изобличающие строй, противопоставляющие северной пчеле такие издания, как «Фаланга», «Журнал независимых», «Мирная демократия» и другие органы фурьеристов. Достоевский мечтал о русских изданиях такого же типа. Противоречиво сведение об отношении молодого Достоевского к крестьянским восстаниям. Пальм в начале восьмидесятых годов вспоминал, что на вопрос «Ну, а если бы освободить крестьян оказалось невозможным иначе, как через восстание», Достоевский якобы воскрикнул «Так хотя бы через восстание». По свидетельству же Милюкова Достоевский примыкал к тем петрашевцам, которые ждали освобождения крестьян только от верховной власти. Когда после восторженного чтения Федором Михайловичем «Деревни Пушкина, рабство, падшее по манию царя», кто-то выразил сомнение в возможности освобождения крестьян легальным путем, Достоевский резко возразил, что ни в какой иной путь он не верит. Вопрос решает показания самого писателя. Он считал, что условием эмансипации крепостных должно быть непременно вознаграждение помещиков, которые, теряя право на крестьянина, теряют работника, следовательно, капитал. Разделяющий такую точку зрения не желает революционного и всякого насильственного образа действий и останавливается на мерах мирных, возможных, а не сокрушающих. Такой разговор с Головинским Достоевский имел уже незадолго до ареста в марте-апреле 1849 года, то есть в период своей наибольшей близости к левому флангу кружка. Но даже в этот момент он не допускает и мысли о крестьянском восстании. Деятельность Достоевского за два года его участия в социалистических кружках сводилась в основном к участию в прениях преимущественно на литературные темы и не могла бы дать властям материала для серьезных обвинений. И только в накаленной атмосфере 1849 года единственный раз за всю свою жизнь он стал попутчиком революции. Он впервые испытал сочувствие ее движущим идеям и готов был участвовать в их осуществлении. В этом сказался его жгучий протест против окружающего строя и отразилась его творческая мечта о будущей идеальной общине. Но и теперь как мыслитель и автор он не испытывал готовности добиваться этой великой цели вооруженной рукой. Он хотел служить восстающему народу лишь печатным станком. Заговор Спешнева Самый глубокий след в творческой памяти Достоевского оставил из всех петрашевцев наиболее далекий от журналов и трибуны Николай Спешнев. Среди одаренных умных культурных и блестящих посетителей кружка это был один из самых выдающихся. Он полнее всех воплощал тип политического вождя. Поэт Прещеев признавал его самой замечательной личностью из всех наших. Его биография и характер действительно полны интереса. Это был один из первых русских коммунистов, курский помещик, живший несколько лет за границей в Париже и Швейцарии и отличавшийся широким образованием и умом. Красавец и богач, возглавлявший самое левое крыло общества пропаганды, он являл идеальное воплощение типа аристократа идущего в демократию, как говорил о нем Достоевский. По описанию Огаревой и Тучковой он обращал на себя внимание и своей наружностью. Он был высокого роста, имел правильные черты лица, темно-русые кудри падали волнами на его плечи, глаза его большие серые были подернуты какой-то тихую грустью. По показанию Петрашевца Мамбелли, Спешнев держал себя как-то таинственно, был всегда холоден, ненарушимо спокоен, наружность его никогда не изменяла выражение. Особенно значительен портрет Спешнева, зарисованный Бакунином в его письмах. В 1848 году в первых порах Западной революции прибыл к ним, то есть к Петрашевцам, Спешнев. Человек замечательный во многих отношениях, умен, богат, образован, хорош собою, наружности самый благородный, хотя и спокойно холодный, стеляющий доверие, как всякая спокойная сила. Джентльмен с ног до головы. В первых порах Западной революции год указан не точно, Спешнев вернулся из Европы в 1846 году и стал посещать Петрашевского с 1847 года, примечание автора. Мужчины не могут им увлекаться, он слишком бесстрастен и удовлетворенный собой и в себе, кажется, не требует ничьей любви, но зато женщины, молодые и старые, замужние и незамужние, были и, пожалуй, если он захочет, будут от него без ума. Спешнев очень эффектен, он особенно хорошо облекается мантиейю многодумной, спокойной непроницаемости. История его молодости целый роман. Едва вышел он из лицея, как встретился с молодою прекрасную полькою, которая оставила для него и мужа, и детей, увлекла его за собой за границу, родила ему сына, потом стала ревновать его и в припадке ревности отравилась. Это была жена его друга Анна Фериксовна Савельева, урожденная Сахановецкая, умершая в Вене в 1844 году. Примечание автора. Какие следы оставило это происшествие в его сердце, не знаю, он никогда не говорил со мной об этом, знаю только, что оно немало способствовало к возвышению его ценности в глазах женского пола, окружив его прекрасную голову грустно-романтичным ореолом. Письма Бакунина Герцену и Огареву, страницы 46-47, примечание автора. Впоследствии в Сибири все отзывались о нем с большим уважением, хотя и без всякой симпатии. Среди революционеров сороковых годов Спешнев стоял на самом крайнем фланге. Следственная комиссия смотрела на него, как на самого важного преступника. Семевский допускает, что он не чужд был влияние революционно-пролетарского коммунизма в духе Маркса и Энгельса. Исследователи отмечают большую близость спешневского коммунизма к учениям французского революционного материалиста Дезами и знаменитого швейцарского коммуниста Вейтлинга. Вождь левого крыла петрашевцев он проектировал тайное общество для восстания. По убеждениям своим, Спешнев был атеистом. Он произносил смелые речи против религии, и в бумагах его было найдено рассуждение, в котором отвергалось существование Бога. Достоевский довольно долго держался в стороне от этой блистательной фигуры. «Я его мало знаю», говорил он Яновскому, «да по правде и не желаю ближе с ним сходиться. Барин этот чересчур силен и не чита Петрашевскому». Но вскоре большие политические события сблизили их. Европейская политическая гроза 1848 года получила в России сильнейший резонанс. С первых же дней она была встречена во всех общественных кругах с глубочайшим волнением, хотя и с разными оценками и ожиданиями. Шли последние дни масляной недели, но верьте из Франции настолько ошеломили Петербург, что большинство, по свидетельству современника, позабыла о спектаклях, танцах, блинах, балаганах и маскарадах. Придворный мир был потрясен до полной растерянности. Первые сообщения о парижских событиях Николай I получил в пятницу 20 февраля, когда во дворце давался бал. Внезапная депеша сорвала карнавал сообщением о первых баррикадах и о падении министерства ГИЗО. В субботу 21 февраля в 11 часов утра царь принимал доклад Несельроди. На имя канцлера приносят пакет с надписью «Весьма важно». Это было сообщение русского посланника во Франции от 12 февраля «Все кончено», Карвальд отрекся. Но форма нового правления еще не определилась. Только на другой день в воскресенье 22 февраля Николай I вошел во время мазурки на бал к наследнику с последними депешами из Парижа. «Седлайте коней, господа, во Франции объявлена республика». Фразу эту считают легендарной, но она верно передает отношение русского императора к революционной Европе. Только военная интервенция соответствовала в таких случаях его внешнеполитической программе. 24 февраля Николай подписал приказ военному министру о мобилизации армии. Это была его реплика нападения июльской монархии. Но осуществить экспедицию в республиканскую Францию не удалось. Уже в середине марта поднялась волна народных восстаний в Австрии, Пруссии, Венгрии, южных германских государствах, в ряде итальянских герцогств и королевств. К апрелю 1848 года лик феодальной Европы преобразился. Николай I в своем манифесте 14-26 марта 1848 года возвещал. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает в безумии своем и нашей богом уверенной России. Но да не будет так. Была еще одна реплика царя на февральскую революцию, уже без расчета поразить мир и обуздать Францию. Глубоко секретная, она касалась только России и в конечном счете вызвала грозный переворот в жизни Достоевского. Уже 27 февраля 1848 года третье отделение канцелярии его величества обратило внимание на то, что у Петрашевского каждую пятницу собираются лицеисты, правоведы, студенты университета. Велено было узнать какого он поведения и образа мыслей. Так незаметно и неощутимо возник политический процесс 1849 года, тайный по своему судопроизводству, но вскоре прогремевший своим приговором на всю Европу. Достоевский с глубоким волнением следил за развитием событий в Париж. Вскоре он писал «На западе происходит зрелище страшное, разыгрывается драма беспримерная, трещит и закрушается вековой порядок вещей, самые основные начала общества грозят каждую минуту рухнуть и увлечь в своем падении всю нацию. 36 миллионов людей каждый день ставят словно на карту всю свою будущность, имение, существование свое и детей своих. И эта картина не такова, чтобы возбудить внимание, любопытство, любознательность, потрясти душу. Это тот самый край, который дал нам науку, образование, цивилизацию европейскую. Такое зрелище урок. Это наконец история, а история наука будущего. Неужели обвинят меня в том, что я смотрю несколько серьезно на кризис, от которого ноет и ломится надвое несчастные Франции, что я считаю, может быть, этот кризис исторически необходимым в жизни этого народа, как состояние переходное, кто разрешит теперь это, и которое приведет наконец лучшее время. Остается неясным, с каких позиций расценивает Достоевский эту борьбу, за кого болеет душой. В близкой ему литературной среде мнения разделились. Билинский, Грановский, Герцин, Тургенев, Салтыков приветствовали громадность событий. Франция казалась страной чудес, по словам Хедрина. Но Аненков, Боткин, славяно-филе, не скрывали своей напуганности поднявшимся мировым шквалом. Актаков писал о страшном событии, которое может изменить порядок вещей в целой Европе. В оценке Достоевского нет такой политической определенности, но в словах его слышатся и боль, и горесть писателя, который стремится вскрыть внутренний смысл исторической трагедия. Наступила новая эпоха и для общества петрашевцев. Кружок их превращался в политический клуб с программными докладами, регулярными прениями, председателем и даже колокольчиком. Бронзовое полушарие земного глобуса со статуей свободы на экваторе своим легким звоном умеряло страсти и управляло спорами. По просьбе Петрашевского Данилевский прочел цикл лекции обучения Фурье, спешнив доклад о религии с точки зрения коммунистов. Ястржемпский краткий курс политической экономии отставной мичман Черноморского флота Баласогло о семейном счастье в Фоланстере. К этому времени относятся видимо и три доклада Достоевского, о которых он вскоре сообщал своим судьям, два о литературе и третий о предмете вовсе не политическом, о личности и человеческом эгоизме. Доклады по литературе носили полемический характер и явились ответом сторонникам искусства боевого, служебного и дидактического. Достоевский защищал позиции автономного творчества, как и в споре с Беринским. Большинство возражало, но поэт Дуров стал на его сторону. Я очень хорошо помню, сообщал Достоевский, что он горячо поддерживал меня во время двукратного моего спора у Петрашевского о литературе, спора, в котором я доказывал, что литературе не нужно никакого направления, кроме чисто художественного, подчеркнуто, как и ниже в рукописи, а, следовательно, и подавно не нужно такого, по которому выказывается корень зла. Не нужно же, потому что навязывается писателю направление, стесняющее его свободу, и вдобавок направление желчное, ругательное, от которого гибнет художественность. Третий доклад Достоевского о личности и человеческом эгоизме был, видимо, посвящен анализу книги Макса Штирнера «Единственное и его достояние», глубоко заинтересовавший Белинского, экземпляр ее имелся и в библиотеке кружка Петрашевского. По свидетельству Аненкова, этот трактат о безграничном индивидуализме много шумел в 1849 году, как раз в момент сближения Достоевского с кружком Дурова. Книга Штирнера относится к философии духа или к внутренней культуре личности, но она касается и проблем анархизма, демократии, коммунизма, революции. Человеческая особь, согласно этому учению, является высшей и абсолютной ценностью мироздания, в которой растворяются без остатка такие категории, как Бог, всемирная история, государство, право и мораль. Такой крайний культ своего «я» вел к богоборческому бунту и самобожествлению индивида, которому все позволено. Это возвещают бунтарские декларации Раскольникова, Кирилова, Ивана Карамазова. «Если нет Бога, то воля моя, и я обязан заявить своеволье», заявляет в бедсах строитель мостов, готовый взорвать мир. В обществе пропаганды имелась фракция литераторов. Двое из ее членов Достоевский и Плещеев обратились осенью 1848 года к Спешневу с предложением выделиться из состава пясниц и открыть свой салон. Слишком уж на собраниях в Коломне публицистично, слишком много незнакомых, страшно слово сказать. К тому же Петрашевский совершенно не интересуется искусством. Вот и задуман кружок не политический, а литературно-музыкальный для культивирования поэзии и художественной прозы для домашних концертов. К ним уже присоединились пианист Кашевский и виолончулист Щелков. Оба вполне равнодушны, по словам Достоевского, всему, что выходит из артистического круга. Из сочинителей в новую группу входят Плещеев, Дуров, братья Достоевские, Пальм, Милюков. Запроектирован выход альманаха или журнала. Инициатором такого замкнутого союза мастеров изящного им выступил в ноябре 1848 года Федор Михайлович. Но проект его не встретил сочувствия спешнего. Революционный вожак по-своему расценил такой уход от политики «Общество страха перед полицией», назвал он намеченное содружество. Сам он под влиянием европейских событий последнего года влекся не к чистому искусству, а к активизации революционных действий. Со свойственной ему энергией он немедленно же попытался придать артистическим собраниям Достоевского и Плещеева иное направление и едва ли не противоположное. Наглавенствующий роль в кружке был выдвинут Сергей Дуров, поэт лермонтовской школы и деятель радикального крыла. Фактическим руководителем новой группы стал сам Сбежнев. Помимо литераторов, привыкавших к умеренному большинству общества пропаганды, в кружок Дурова вошли Момбелли, Григорьев, Головинский, Львов и Филиппов. Они придали сообществу резко выраженную бунтарскую окраску и поставили перед ним отчетливую цель борьбы и протест. В этой атмосфере происходит первое перерождение убеждений Достоевского. Оно было вызвано его сближением со Спешневым, революционером-практиком и политическим заговорщиком. Николай Спешнев уже несколько лет готовился к руководству всероссийским восстанием. В 1845 году за границей он работал над исследованием о тайных обществах. Изучив историю раннего христианства, он был поражен мировым влиянием этого древнего братства и стал думать о создании аналогичного объединения для осуществления современных социальных задач. Он составил текст особой присяги для членов Русского Секретного Союза, требующий от каждого беспрекословного подчинения Центральному Комитету активной подготовки бунта коммунистической пропагандой и, главное, полного открытого участия в восстании и драке, не щадя себя и вооружившись огнестрельным или холодным оружием. В одной из своих речей Спешнев заявил, что, лишенный в России и возможности писать, он намерен широко использовать изустное слово для распространения социализма, атеизма, терроризма, всего-всего доброго на свете. Вскоре эти широкие и обобщенные термины стали кристаллизоваться в отчетливые и конкретные планы. В ноябре 1848 года на пятницах Петрашевского появился человек крупного телосложения с видом бывшего военного, плотный, бритый, на деревянной ноге бойкий, разговорчивый, веселый, с прибаутками и анекдотами, с большими познаниями и неисчерпаемым запасом личных впечатлений о поддаленных областях России и особенно о Дальнем Востоке. Это был отставной подпоручик Черноцвитов, ветеран турецкой и польской компаний, ставший видным золотопромышленником. Умный, жизнерадостный, всесторонне заинтересованный современностью во всех ее видах, укладах и типах, Черноцвитов любил посещать петербургские трактиры, кабаки, трущобы и притоны, наблюдая нравы низов большого города, выслушивая их жалобы и протесты, интересуясь их потребностями и запоминая их глухие угрозы. Сам он особенно любил рассказывать о своем родном крае, восточной Сибири, богатой, плодородной, славной стране с дивным климатом и своеобразным бытом, с редкими людьми и неисчерпаемыми возможностями в будущем. Он говорил, на Урале и в Восточной Сибири готовятся народные восстания, все подготовят, рабочие горных заводов и поселенцы золотых призгов огромной ватагой двинутся на юг. Незначительность правительственных войск в этих дальних местностях не остановят внезапного натиска несметных толп. Низовые губернии присоединятся к восставшим. Начнется новая Пугачевщина. И тогда достаточно будет поднять бунты в Москве и Петербурге, чтоб все запылало и рухнул весь императорский строй. В феврале начались еженедельные собрания Дуровского кружка, постоянные встречи с Пешнева с Достоевским. Растет их политическое сближение и не перестает углубляться воздействие волевой и властной личности революционного вождя на созерцательную натуру поэта-утопист. Чистый фурьерист, по своим убеждениям, то есть допускающий лишь метод мирных реформ, Достоевский страшится вступить на грозный политический путь своего неотразимого пропагандиста. И в новой обстановке 1849 года он стремится сохранить свою независимую позицию писателя, мыслителя, оратора, отказываясь от борьбы вооруженной рукой. Его предельная уступка — расширение освободительной пропаганды до устройства тайной типографии. Но это уже не может удержать его от приобщения к разряду политических конспираторов. Он мучительно переживает такой коренной перелом своей жизни. Доктор Яновский с тревогой следит за подавленным настроением своего пациента. Достоевский Достоевский придумывает версию о крупной денежной услуге, оказанной ему с Першневым. Суда в пятьсот рублей серебром наложила на него тяжелые обязательства и не лишила его покоя. «Теперь я с ним и его», — говорил он Яновскому. «Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой мефистофель?» Достоевский навсегда запомнил свое духовное подчинение Спешневу неодолимость исключительного очарования его личности. И когда перед ним возникло художественное задание изобразить вождя русской революции, он отчасти по его типу создал своего загадочного Ставрогина. Точная революционная программа Петрашевцев осталась неизвестной, но, несомненно, три момента в тактике Спешневской организации, распорядительный комитет из самых умных и влиятельных членов общества пропаганды, тайная типография и будущий переворот. Об этом Достоевский сообщил весною 1849 года Аполлону Майкову. Сохранилось свидетельство последнего, представляющее первостепенный интерес для географии его знаменитого друга. «Приходит ко мне однажды вечером Достоевский на мою квартиру в дом Аничкова, приходит в возбужденном состоянии и говорит, что имеет ко мне важное поручение. Вы, конечно, понимаете, говорит он, что Петрашевский болтун, несерьезный человек и что из его затей никакого толка выйти не может, а потому из его кружка несколько серьезных людей решились выделиться, но тайно и ничего другим не сообщая и образовать особое тайное общество с тайной типографией для печатания разных книг и даже журналов, если это будет возможно. В вас мы сомневались, ибо вы слишком самолюбивы. Это Федорта Михайлович меня упрекал самолюбии. Как так? А вы не признаете авторитетов. Вы, например, не соглашаетесь со Спешневым. Политической экономией особенно не интересуясь, но действительно мне кажется, что Спешнев говорит вздор. Но что же из этого? Надо для общего дела уметь себя сдерживать. Вот нас семь человек Спешнев, Мордвинов, Момбелли, Павел Филиппов, Григорьев, Владимир Милютин и я. Мы осьмым выбрали вас. Хотите ли вступить в общество? Но с какой целью? Конечно, с целью произвести переворот в России. Мы уже имеем типографский станок. Его заказывали по частям в разных местах, по рисункам Мордвинова. Все готово. Я не только не желаю вступить в общество, но и вам советую от него отстать. Какие мы политические деятели? Мы поэты-художники не практики и без гроша. Разве мы годимся в революционеры? Достоевский стал горячо и долго проповедовать, размахивая руками в своей красной рубашке с расстегнутым воротом. Об этом же, но пластичнее и ярче, Майков писал профессору Висковатову. И помню я, Достоевский, сидя как умирающий Сократ перед друзьями в ночной рубашке с недостегнутым воротом, напрягал все свое красноречие о святости этого дела, о нашем долге спасти Отечество. Примечание автора. Мы спорили долго, наконец устали и легли спать. Поутру Достоевский спрашивал «Ну что же?» «Да то же самое, что и вчера. Я раньше вас проснулся и думал. Сам не вступлю и повторяю, если есть еще возможность, бросьте их и уходите. Но это уж мое дело, а вы знаете. Обо всем вчера сказанном знают только семь человек. Вы осьмой, девятого не должно быть». Что до этого касается, то вот вам моя рука. Буду молчать. Знала ли следственная комиссия об этой фракции общества Петрашевского не знаю. В приговоре Достоевского было сказано, между прочим, за намерение открыть тайную типографию. При обыске у Мордвинова, у которого стоял станок, на него не обратили внимания, ибо он стоял в физическом его кабинете, где были разные машины, реторты и прочее. Комнату просто запечатали, и родные сумели, не ломая печати, снять дверь и вынести злополучный станок. Исторический архив, 1956 год, том 3, страница 224-225, примечания автора. Эта новейшая редакция письма Майкова проливает свет на политическую роль Достоевского в кружке петрашевцев осенью 1849 года. Она разъясняет его замечания по поводу Лейпцигской книги 1875 года «Общество пропаганды». Верна, но не полна. Я не вижу в ней моей роли. Многие обстоятельства совершенно ускользнули. Целый заговор пропал. Имеется в виду конспирация Спешнева и участие в ней Достоевского. Между тем, в литературно-музыкальном кружке дуровцев шопеновские концерты сменяются политическими дискуссиями. К середине апреля Пальм и Дуров констатируют опасный уклон своих артистических собраний и прекращают их. Происходят последние сходки петрашевцев, самые значительные за все время существования их общества, словно немеркнущий светоч освободительных идей, одушевляющий его участников, стукнул перед их гибелью ярчайшим прощальным зарем. История одной женщины отечественные записки начали публиковать новый большой роман Достоевского под заманчивым поэтическим заглавием «Неточка Незванова». Мы изучаем повесть по ее первоначальной редакции «Отечественные записки 1849 год тома 62 64 Она была переиздана в 1860 году со значительными сокращениями, что и легло в основу окончательного текста примечания автора. Петрашевец Ипполит Дебу вспоминал, как их друг-литератор рассказывал на пятницах в Коломне историю одной женщины. Таков был подзаголовок романа. И притом гораздо полнее, чем она была напечатана. Помню, с каким живым человеческим чувством относился он и тогда к тому общественному проценту, олицетворением которого явилась у него впоследствии Сонечка Мармеладова. Не без влияния, конечно, учения Фурия. Очевидно, с этой темой связан один из сохранившихся рукописных вариантов неточки незвановой. У тебя осталась моя гравюра «Христос и та женщина» Синьоля. Эмиль Синьоль, французский живописец девятнадцатого века, известный преимущественно картинами на исторические темы, примечания автора. Там есть надпись. «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень? Бедная, бедная моя, ты ли та грешница?» Надванная здесь тема блудницы и праведника, который станет излюбленным мотивом зрелого Достоевского, впервые зазвучала в его произведениях конца сороковых годов «Хозяйки» и «Неточки Незвановой». Но главная идея романа не в этой драме греха и покаяния, который только соприкасается с основной и ведущей фабулой всего произведения. Автор, видимо, стремится выразить освободительную миссию выдающейся артистки в современном растленном обществе, неожиданно возрожденном озаряющей силой ее искусства. Это был новый этап его неустанных художественных исканий. Он мечтал о романе, построенном как герой нашего времени. Пять или шесть самостоятельных повестей, объединенных только личностью главного героя. Поэтику такого необычного лермонтовского жанра Достоевский изложит гораздо позже в своих письмах 1856 года и снова разъяснит друзьям в 1868 году, обдумывая план жития великого грешника. Впервые к такой сложной, но емкой и увлекательной конструкции он обратился в 1846 году, когда задумывал свой первый большой роман, над которым в основном он работал в 1848 1849 годах. Первая часть «Детство» выдержана в тонах романтической новеллы о выдающемся музыканте с трагической судьбой. Скрипач, композитор, создатель новой теории музыки Ефим Егоров задавлен нуждой, зависимостью и неудачами, усугубленными его непомерной гордостью и тщеславием. Из этой темы незаметно возникает и растет другая главная. В среде, насыщенной интересами искусства, в окружении безвестных актеров, танцоров и оркестрантов растет маленькая падчерица музыканта Неточка, обожающая своего второго отца за его непризнанную гениальность и одновременно ожидающая смерти своей великомученицы матери, кончина которой якобы избавит их от бедствий и озарит счастьем и славой. Но весь этот бред обрывается катастрофой. После концерта знаменитого приезжего виртуоза самоучка-скрипач пробует уже над коченеющим телом жены в последний раз испытать свое дарование, но еле может повторить своим ослабевшим смычком музыкальную фразу гения «Неудачник гибнет в припадке иступленного помешательства». Во второй части «Новая жизнь» бедная сиротка находит приют в богатом доме и сближается с подрастающей здесь гордой и властной дочкой князя. Это первый у Достоевского роман о детях и их затаенных внутренних драмах. Ничем не напоминает мрачное малолетство неточки беспечальное детство княжной Кати. Сильная ловкая самолюбивая девочка являет полный контраст робкой и затенчивой мечтательницы, вышедшей из низов городской интеллигенции. Девочка-аристократка растет, окруженная целым хороводом крепостных девушек, потакающих ее властолюбие своим вынужденным раболепием. Тихая и задумчивая неточка покорно принимает порывы страстной дружбы и непреклонного своеволия своей новой подруги. Облики двух подростков, столь нехожих по происхождению, воспитанию и характеру, являют собой в творчестве романиста ранний очерк кроткой и гордой, замечательно раскрывающей социальные основы обеих натур, столь противоположно обусловленных бытом убогой мансарды и княжеского дворца. Этот эпизод один из лучших в раннем творчестве Достоевского. Интересен в журнальной редакции и несчастный мальчик Ларенька, одинокий и болезненный ребенок, затерянный в пустынных княжеских палатах. Критик Дружинин сблизил его с больным крошкой Полем из Домби и Сын. В это время Диккенс действительно входил в круг любимейших писателей Достоевского, но в лице маленького друга неточки автор уже создает свой характерный образ юного существа, рано обиженного жизнью и мечтающего нести. Таким через тридцать лет явится и Илюша Снегирев в «Братьях Карамазовых». И, наконец, третья часть «Тайна» развертывает судьбу главной героини на фоне семейной драмы одной светской женщины падчерицы князя, принявшей на себя опеку над неточкой. Духовно утонченная и морально чуткая женщина, полюбившая неровню, медленно гибнет от презрения салонной черни и ненависти своего бездушного супруга-бюрократ. Пока длятся перипетии этого фамильного конфликта, определяется главная линия сюжета, неточка становится выдающейся певицей, предназначенной для триумфов и славы. Эти параллельные истории, любовь светской дамы, порабощенной современным браком, и исповедь шестнадцатилетней девушки, окрыленной своим юным дарованием, восходит к ранним романам Жорж Сант, который так высоко ценил Достоевский. По третьей части неточки Незвановой можно судить, как мастерски разрабатывал молодой Достоевский, пленивший его жанр, неизменно сообщая ему свой неизгладимый и неповторимый колорит. Следует отметить, что в неточке Незвановой имеются первые опыты, излюбленные для позднего Достоевского формы философского диалога или монолога, и притом на такую важную тему, как творческий метод художника. Вслед за Бальзаком молодой Достоевский основой искусства признавал неутомимый постоянный упорный труд. В своих письмах к брату в 1845 году он преклоняется перед старыми школами, мастера которых работали медлительно, создавали немного, но творили окончательно и навсегда. Рафаэль писал года, отделывал, отнизывал, и выходило чудо. Это и становится основным конструктивным законом творчества Достоевского. В 1849 году он воплощает свою трудовую поэтику в образах двух музыкантов, неутомимого труженика холодного методического Б и одаренного пылкого и беспутного Ефимова, наделенного беспорядочной фантазией и безграничным самолюбием. Первый отвоевывает непреклонной волей вершины мастерства, второй гибнет, расточив бесславно и бесплодно свой недюжинный талант. Неточка Недванова дошла до нас как фрагмент большого романа, недовершенного автором из-за постигшей его гражданской смерти. Но и в таком виде этот отрывок свидетельствует о замечательной четкости планировки, оригинальности композиционного принципа и поразительном драматизме характеристик. Это одно из самых зрелых и удачных произведений молодого Достоевского. Но есть в этом романе свои противоречия и уклонения, предвещающие идеологические отступления Достоевского от передовых позиций. Роман о знаменитой артистке питался в разгар всеевропейской революции 1848-1849 годов. Однако это не отразилось на нем. Напротив, некоторые ситуации свидетельствуют об отдаленности Достоевского от революционно-демократической культуры Белинского и Герцена. В неточке Незваного и Достоевскому мало служат Жорж Санд, социалистка и провозвестница будущих фоланстер. Он явно во власть ее первого периода с неясными еще предвестиями лучшего будущего, но с ярким выражением всесильной любви, свободы чувства, красоты творчества, песен, поэзии, чарующих вдохновение Шопена и Альфреда Мюсце. В романе Достоевского, как известно, широко затронута тема крепостной интеллигенции, помещичьих художников, барских оркестров. За несколько месяцев до напечатания неточки Незвановой появилась в современнике 1848 года Сорока-Воровка Герцена. Потрясающая история гибели великой русской актрисы, премьерши крепостного театра, затравленной сиятельным владельцем труппы старым сластолюбцем князем Скалинским. Рассказ произвел ошеломляющее впечатление на современников и остался в ряду незабываемых шедевров русской прозы. Достоевский как бы дает свою реплику на, несомненно, знакомую ему Сороку-Воровку. Все общественные акценты, безупречно и сильно поставленные Герценом, подвергаются перестановке. Музыкант крепостного театра у Достоевского вольнонаемный разночинец, позволяющий себе широко проявлять свой невыносимый, заносчивый и дерзкий нрав. Это аморальнейшая личность и даже грязный субъект, зато нравственную высоту и полноценную человечность проявляют знатные ценители его искусства, щедрый помещик-меломан, широко покровительствующий своему строптивому кларнетисту, и благодушный князь, спасающий нищую девочку. Великодушные характеры здесь принадлежат к верхам общественного расслоения, отрицательный же тип относится к социальным низам. Таков несносный Ефимов, непосредственный предшественник мещанина во дворянстве Фомы Апискина. Музыкант-самоучка гибнет у Достоевского не в результате чудовищных социальных условий, допускающих возможность рабовладельческих оркестров, а только в силу своего неуравновешенного характера, приводящего его к нищете и безумию. Один из наиболее светлых образов в неточке незваного и с точки зрения автора это князь, известный дилетант, мистик и добротелюбец. Это первый идеальный князь в портретной галерее Достоевского, уже возвещающий героя-идиот. Но он хранит традиции своего древнего рода, достойно представляет столбовое дворянство, являет в своем пышном быту живую летопись коренного боярства. Эти генеалогические термины Достоевский не раз повторит в своих позднейших апологиях высшего культурного слоя. Возможно, что прототипом этому образу послужил князь Адоевский, которого Достоевский лично знал и высоко ценил. Бедные люди украшены эпиграфом из рассказа Адоевского. Характерно, что Адоевским написаны артистические навеллы, последний квартет Бетховена, Себастьян Бах и творения кавалера Джамбатиста Пиранези о борьбе и страданиях великих безумцев. Это перекликается с ведущими мотивами неточки Незвановой. Близок к эстетике Достоевского, изложенной в беседах его двух скрипачей, и рассказ Адоевского импровизатор о гибели художника, пытавшегося творить без труда. Таков был эпилог творческой молодости Достоевского. Его история одной женщины оборвалась на середине своего развития, только приоткрыв большой и серьезный замысел. Она сохранилась в памяти читателей лишь как прелестная повесть о детях, но ее перспективы и масштабы были иными. Достоевский утверждался здесь как изобразитель опасного пути артиста, дворца, искателя и можно думать как поэт далекого утопического идеала, связанного с воздействием искусства на массы. Психологическая глубина в сочетании с идейной возвышенностью темы вдохновляла его на это воплощение знаменитой русской певицы Анны Незвановой, вышедшей из городской нищеты и несущей своим талантом счастье всем людям. Последние сходки Современники считали, что Петрашевцев погубил устроенный имя в день рождения Фурье общественный банкет в честь великого социолога. Это действительно приблизило катастрофу, готовую разразиться над его русскими учениками, но их эпилог был полон творческих надежд и непоколебимой веры в торжество их учения. 7 апреля 1849 года на квартире магистранта Петербургского университета Александра Европеукса собралось 11 фурьеристов во главе с Петрашевским и Спешневым. Портрет Фурье в натуральную величину по пояс, выписанный из Парижа к этому дню, выселся над собранием. Это было изображение необычайного человека с огромным словно ярко озаренным лбом с выражением могучей воли во всем облике с властно сжатыми губами и пылающим взглядом провидца устремленным в далекое будущее. Перед этим обликом гениального мыслителя было прочитано знаменитое стихотворение Беранже об утопических социалистах «Если б завтра земли нашей путь озарить наше солнце забыла, завтра целый бы мир озарила мысль безумца какого-нибудь». Стихотворение было прочитано в оригинале. Приводим страфу в позднейшем переводе Курочкина. Примечание автора. Экземпляр знаменитой книги «Новый индустриальный и общественный мир» был разорван на куски и роздан участникам собрания для совместного перевода. Сильную политическую речь произнес Петрушевский. Он провозгласил тост за знание действительности с точки зрения пропаганды социальной. Перед новым поколением русских людей стоит задача осуществить провозглашенные гениями Запада высшие формы человеческого объединения в стране восточного застоя и крепостнического варварства. Социализм восторжествует в России истрадавшейся от рабства и векового невежества. Силой мысли и науки отживший и неправедный строй падет перед будущей совершенной организацией масс, которая предоставит каждой личности всю сумму благосостояния необходимого для ее органического развития и полного счастья. Кандидат восточной словесности Ахшарумов произнес речь о современных городах, в которых люди не перестают страдать, проводя жизнь в одних мучениях и умирая в отвратительных болезнях. Блестящий оратор Ханеков, друг и товарищ юного Чернышевского, говорил о задачах содружества. Реставрировать образ человека во всем его величии и красоте, для которой он жил столько времени. Освободить и организовать высокие стройные страсти, стесненные, подавленные. Разрушить столицы, города и все материалы их употребить для других зданий. И всю эту жизнь мучений, бедствий, нищеты, стыда, стона превратить в жизнь роскошную, стройную, полное веселье, богатство, счастье. И всю землю нищую покрыть дворцами, плодами и разукрасить в цветах. Вот цель наша, великая цель, больше которой не было на земле. Этот контраст текущей нищеты и страданий с грядущим золотым веком был основным пафосом речей и споров русских фуреристов. С особенной силой он прозвучал на их торжественном банкете. В эту тревожную и возбужденную зиму молодым петербургским искателем, сочетавшим свои революционные планы с занятиями литературы и музыкой, привелось пережить большое художественное событие, встречу и знакомство с Глинкой. Незадолго перед тем великий композитор жил в Париже, Испании, Варшаве. Он создал за это время свою арагонскую хоту, воспоминания о Кастильи и русское симфоническое произведение на мотивы свадебных песен с их удалью и грустью Камаринскую. Он написал свои прелестные лирические миниатюры на слова Пушкина «Кубок Янтарный» и «Пью за здравие Мери». В Петербурге Глинка встретился со своими старинными друзьями Адоевским и Вильгорским, с молодыми талантами Серовым и Стасовым. Но его живо интересовали и политические кружки Петербурга, продолжавшие традиции декабристов, близких сердцу творца Сусанина. По Пансиону он был слушателем Куницына и Галича, воспитанником Кюхельбекера. Он лично знал Пушкина и помнил его тираноборческие строфы. Он слышал о тайных обществах и во многом сочувствовал их программу. Его увлекали думы Рылеева. Он ненавидел деспотизм и как подлинный художник любил свободу. Теперь он выразил желание познакомиться с кружком Петрашевского и пригласил его участников к себе на вечер. В группу посетителей композитора был включен и автор печатавшегося в отечественных записках музыкального романа «Недочка Незваного». Достоевский давно уже любил глинку с первых же представлений Руслана и Людмилы в 1842 году. Встреча с творцом музыкальной поэмы о древней Руси преисполняла его радостью. Он увидел невысокого человека с нежными маленькими руками, не ударявшего по клавишам, а словно ронявшего на них свои пальцы, которые, казалось, падали сами, как крупные капли даджа и рассыпались, как жемчужины по бархту. Так в свое время юный глинка воспринимал игру своего учителя, английского пианиста Фильда. Он усвоил его манеру и навсегда сохранил его отчетливость и блеск при особенной глубине и неподдельности своего вдохновения. Общество собралось в интимной обстановке. По рассказу одного из присутствующих настроили рояль, подогрели пару бутылок лафиту и нашли какую-то женщину постоять у инструмента, как этого хотел композитор. Для начала Глинка что-то импровизировал, как-то бездумно и слегка. Когда гости собрались, он хлебнул из стакана, взял руку женщины, ласково погладил и опять за рояль. «Это будет для вас», шепнул он ей. «Когда в час веселый раскроешь ты губки», запел он и кончил «хочу целовать, целовать, целовать». Да так выродительно, что женщина уже было потянулась к нему, но он удовольствовался произведенным впечатлением. В этот вечер Глинка исполнял Шопена и Глюка, строфы Баяна из Руслана и Людмилы, фантазию на Камаринскую. Таких ночей не выдается по нескольку в жизни, замечает мемуарист. Ковалевский «Встречи на жизненном пути» Михаил Иванович Глинка «Ленинград с 1828 год» Примечание автора Достоевский по свидетельству его жены запомнил навсегда этот интимный концерт. Через двадцать лет в повести «Вечный муж» он беглыми штрихами обрисовал великого музыканта за широко раскрытым роялем. Вельчанинов выбрал один почти никому теперь неизвестный роман с Глинки «Когда в час веселый откроешь ты губки и мне заворкуешь нежнее голубки». Этот роман с Вельчанинову удалось слышать в первый раз лет двадцать перед этим, когда он был еще студентом от самого Глинки в доме одного приятеля покойного композитора на литературно-артистической холостой вечеринке. Расходившийся Глинка сыграл и спел все свои любимые вещи из своих сочинений. Вельчанинов помнил чрезвычайные впечатления, произведенные тогда именно этим романцем. Чтобы пропеть эту маленькую, но необыкновенную вещицу, нужна была непременно правда, непременно настоящее, полное вдохновение, настоящая страсть или полное поэтическое ее усвоение. Следует описание исполнения этой вещи Вельчаниновым, который почти усвоил манеру пения Глинки, настоящее вдохновение дрогнуло в голосе. В последних стихах послышались крики страсти, и когда он допел, сверкающим взглядом обращаясь к Наде, последние слова романса, «Теперь я смелее гляжу тебе в очи, уста приближаю и слушать нет мочи, хочу целовать, 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 хочу целовать, целовать, целовать», то Надя вздрогнула почти от испуга, даже капельку отшатнулась назад. Румянец зарил ей щеки, и в то же мгновение как бы что-то отзывчивое промелькнуло Вельчанинову в застыдившемся и почти оробевшем ее личке. Так запечатлел Достоевский в 1869 году одно из сильнейших музыкальных впечатлений своей жизни. 15 апреля состоялось самое знаменитое собрание петрашевцев, вошедшее памятной датой в историю русской литературы и общественной мысли. На этом заседании Достоевский прочел письмо Белинского к Гоголю, поразившее всех слушателей своей смелостью и силой. За несколько дней перед тем, около 10 апреля, Достоевский, зайдя к Дурову, получил здесь присланную на его имя из Москвы отгостившего там Плещеева переписку Белинского с Гоголем. Еще раньше в письме к Дурову от 20 марта Плещеев сообщал, что эта статья покойного критика циркулировала в списках по Москве вместе с другими выдающимися образцами запрещенной литературы на Хлебником Тургенева и статьей Герцена перед Грозой и неизменно вызывала в московских гостинах всеобщее восхищение. Письмо Белинского было известно по слухам, но в кругах петербургской интеллигенции его еще никто не читал. Достоевский с 1847 года мечтал прочесть знаменитый памфлет. Наконец он был в его руках. Федор Михайлович тут же прочел Дурову и Пальму обвинительную речь великого публициста, а затем обещал приехавшему Петрашевскому сообщить его кружку в ближайшую же пятницу весь полученный материал, то есть ответное письмо Гоголя. Вскоре к Дурову пришли члены его объединения Момбелли, Львов, братья Ломанские, Филиппов, Михаил Достоевский. Полученную статью Федор Михайлович прочел вторично. Впечатление было огромным. Все заговорили о необходимости распространять в обществе такую антиправительственную литературу и устроить для этого тайную литографию. Но этому воспротивился осторожный Михаил Михайлович. Через несколько дней на очередную пятницу собрались к Петрашевскому двадцать посетителей его общества. Явился также и агент третьего отделения студент-итальянец Антонелли, посещавший с 11 марта 1849 года все собрания у Петрашевского. Достоевский со свойственным ему подъемом прочел знаменитое письмо. Я прочел письмо Белинского к Гоголю, вызвавшись сам при свидании с Петрашевским у Дурова, показывал он вскоре на следствии. Я его прочел, стараясь не выказывать предстрастия ни к тому, ни к другому из переписывавшихся. По прочтении письма я не говорил об нем ни с кем из бывших у Петрашевского. Мнений об этой переписке не слыхал. При чтении слышны были иногда отрывочные восклицания, иногда смех, смотря по впечатлению, но из этого я не мог заметить чего-нибудь целого. Достоевский умолчал о множестве восторженных отзывов, раздавшихся в аудитории. Но об этом подробно донес агент Антонелли. Письмо произвело общий восторг. Все общество было как бы наэлектризовано. Что до меня касается, заявил следственной комиссии Достоевский, я буквально не согласен ни с одним из преувеличений находящихся в ней, то есть в статье. Это не означало разногласия с автором письма по ряду других его положений. Общественные реформы, предлагаемые Белинским, вполне отвечали политическим убеждениям Достоевского. Он, безусловно, разделял программу минимум Белинского, отмену рабства, телесных наказаний и строгое исполнение законов. Но он преклонялся перед Гоголем и должен был болезненно воспринять гневные осуждения, лично адресованные ему Белинским. Как это было Исаненковым, переписывавшим в Зальцбрунне знаменитое письмо? Достоевский действительно не считал русское служилое сословие сплошь растленным, а, напротив, находил в его среде своих любимых героев с нежными или слабыми сердцами. Начальник Макара Девушкина идеал доброты и человеколюбия. Неприемлемой была для Достоевского и характеристика русского крестьянства как глубоко атеистического народа без следа религиозности. Все это явно противоречило его воззрениям и могло только продолжить и углубить философский спор 1846 года. Достоевский подчеркивал на суде, что читал в собрании не только Зальцбрунское послание Белинского, но и ответ ему Гоголя. Он настаивал, ссылаясь на многочисленных свидетелей, что нигде не выказывал своей солидарности с автором знаменитого обвинения. Но эти объяснения, как известно, не были приняты во внимание военным трибуналам. Последнее собрание общества пропаганды состоялось в пятницу 22 апреля 1849 года. На нем шла речь об очередных задачах современной литературы. Петрашевский призывал писателей воспитывать читателей в духе передовых идей, как это делают на Западе Жорж Сант и Эжен Сю. Баласогло выступил против литераторов Кружка братьев Достоевских и Дурова, призывая их всесторонне освещать новейшие социальные движения. Но Момбелли взял их под свою защиту. Обсуждался проект журнала на акциях, шли споры, вносились предложения, намечалась программа. Но это уже было собрание обреченных. Утром этого дня Николай Первый наложил свою резолюцию на представленные ему записки о деле приверженца коммунизма и новых идей Петрашевского, наблюдение за которым длилось уже 14 месяцев с конца февраля 1848 года. «Я все прочел», писал царь шефу третьего отделения графа Орлову, «Дело важно, ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нестерпимо. Приступить к арестованию, как ты полагаешь, точно лучше, ежели только не будет разгласки от такого большого числа лиц на то нужных. Набокова вперед не уведомляйся, а гораздо лучше тогда ему дать знать прямо от меня, что и сделай. С Богом, да будет воля его». Набоков, комендант Петропавловской крепости, примечание автора. В тот же день граф Орлов подписал приказ о немедленном аресте 34-х петрашевцев. Наступали последние часы их свободы. Достоевский, видимо, успел проехать поздно вечером к автору революционной солдатской беседы гвардейскому офицеру Григорьеву. Он взял у него со стола запрещенную книгу Эжена Сю «Крованский пастырь» беседы о социализме. В четвертом часу он возвратился домой. В начале пятого его разбудил странный шум. Кто-то сходил по его комнате, где-то у входа брякнула сабля. «Что случилось?» спросил он в полусне. Громко и неумолимо прозвучал ответ. «По высочайшему повелению вы, инженер-поручик Достоевский, арестованы». Это возгласил со всей торжественностью «Жандармский майор». И тут же тоном простого приказа он отдал распоряжение своей команде «Опечатать бумаги и книги». Запылал сургуч, государственные гербы отпечатались на ящиках и шкафах. Внизу у подъезда ожидала карета. Легким аллюром она понесла арестованного на фонтанку к знаменитому зданию у летнего сада, третьему отделению собственной его величества канцелярии. На другой же день Достоевский был заключен в Петропавловскую крепость. Глава шестая Военный суд Алексеевский равелин Стены крепостной толщины, тройные решетки, окна забелены. Там за ними высокие стены бастиона. Только прильнувши к стеклу увидишь серый клочок петербургского неба. Иногда проплывает робкое облачко. В одиночке всегда полусумрак. Тают в сырой полумгле табурет, деревянная кровать, льдол, умывальник. Стены покрытые на сожень от пола черно-зеленой мохнатой завесую плесени. Еле заметна узкая длинная темная щель, пропиленная в массиве тяжеловесной двери. Это глазок. Не поймешь, занавешан ли плотным заслоном, или глядят на тебя неслышно изорко два глаза, коменданта, смотрителя, караульного. Сыро, холодно, голо, повсюду тесанный камень, молчание, безлюдье. Таково новое обиталище Достоевского — секретный дом Алексеевского Равелина. Это самое страшное место самой грозной политической тюрьмы. Оно предназначено для важнейших государственных преступников. В этих казематах томились декабристы Рылеев, Пестель, Каховский, Волконский, Трубецкой. Сюда же ввергли теперь Петрашевцев. Здание секретной темницы отделено от остальной площади острова неприступными стенами и глубоким каналом. Только по мосту, переброшенному над этим искусственным проливом, можно достигнуть единственного входа в Равелин. Узники этой цитадели утрачивали имя и фамилию, получая взамен номер своей камеры. Вся жизнь здесь регулировалась царскими распоряжениями. Произвол внутренней администрации не знал никаких препод. Никакие ревизии и контроли не допускались. Заключенные считались заживо погребенными. Брошенные без суда в этот застенок петрашевцы немедленно же стали подсудимыми высших военных инстанций. Правительство решило использовать их дело в целях широкой антиреволюционной пропаганды. Уже с конца апреля в Бастионах на Неве действует секретная следственная комиссия из высших военных и сенаторов под председательством коменданта петербургской крепости генерала Набокова. Суда в качестве важнейшего государственного преступника вызывался в первые же дни Достоев Петербургской 6 мая ему были заданы три вопроса. Первый. Каков характер Петрашевского вообще и как политического человека в особенности? Второй. Что происходило на вечерах у Петрашевского? Третий. Не было ли какой-нибудь тайной цели в обществе Петрашевского? Это был по существу запрос о всей деятельности социалистического кружка. Заключенный писатель представил свое письменное показание, до сих пор поражающее силой мысли, независимостью и правдивостью утверждений, достоинством и благородством Тона. Он стремился оградить от обвинений всех своих товарищей, принимая на себя ответственность за ряд действий, открывавших путь к эшафоту. Он имел право написать в 1854 году, что вел себя перед судом честно, не сваливая своей вины на других и даже жертвовал своими интересами, если видел возможность своим признанием выгородить других. Документы дела это всемерно подтверждают. Достоевский не только открыто говорит в официальных показаниях о своих убеждениях, идеях и влечениях, он отважно выступает и обвинителем того строя, который представляли его следователи и судьи. Он бросает им в лицо свое осуждение за то угнетение мысли и слова, которое неуклонно вело писателей эпохи к безынходной драме. Достоевский не боится раскрыть перед царскими палачами свой глубокий конфликт художника с николаевской системой. Он продолжает и в петропавловских застенках защищать свою горячую молодую веру в мощь художественного творчества. Он протестует против цензурного насилия над его замыслами и открыто ведет борьбу за свой трагический стиль в русской литературе. Перед инквизиторами политической темницы выступает обреченный, но не сломленный в своей внутренней силе писатель. Я люблю литературу и не могу не интересоваться ею. Литература есть одно из выражений жизни народа, есть зеркало общества. Кто же формулировал новые идеи в такую форму, чтоб народ их понял? Кто же, как не литература? Это, несомненно, одна из самых выдающихся автобиографических страниц Достоевского. Он с поразительной живостью излагает историю своих политических и эстетических исканий за последнее трехлетие. Освещая идейную борьбу эпохи мастерскими портретами своих замечательных современников Белинский, Петрашевский, Достоевский ставит и большие литературные проблемы, смело внося в этот последственный документ дорогие ему имена Пушкина, Грибоедова, Фанвизина. Под его пером официальные показания становятся блестящим мемуаром. Следствие длилось четыре месяца. Долгое время заключенные были совершенно лишены каких-либо связей с внешним миром. Только в июле им разрешили переписку с родными, получение книг и журналов, письменные занятия. К этому времени Достоевский выдумал три повести и два романа. Один из них он теперь начал записывать, но продолжать не мог. Закончен был только рассказ «Маленький герой» в новый, светлый, но чуждой автору манере на тему о первом увлечении подростка. Брат посылает ему Шеклпира в переводе Кетчера. Издание еще было не закончено, но в него уже вошли Отелло, Макбет и Юлий Цезарь. Достоевский особенно оценил этот подарок. Он рад был и свежим книжкам отечественных записок, где печатался роман Шарлотты Брунте Джейн Эйр. Английский роман чрезвычайно хорош. Это была история бедной девушки, воспитанной в сиротском приюте и служившей гувернанткой в богатых домах. Достоевский сообщает брату о своей бессоннице, кошмарах, нервных явлениях, физических недомоганиях, но тон писем неизменно спокойный и бодрый. Равелин не сломил его творческий дух. Следственная комиссия Гладко выбеленный зал На возвышении узкий стол под красным казенным покрывалом с тяжелой золотой бахромою. Из кровавой глади сукна вырастает трехгранное зерцало с указом Петра под крыльями двуглавого орла. Рядом огромный бронзовый крест с распластанной по его брусьям точенной фигуркой и слоновой кость. У самого подножья этого резного изображения древней казни увесистые тома военно-полевых постановлений с их неумолимыми санкциями расстреляния и повешения. А над этими атрибутами правосудия отсвечивает лаком темное полотно парадного портрета, с высоты которого леденит зрителя своим мертвенным взглядом неестественно высокий конногвардеец, мнущий небрежно перчатку и крепко сжимающий треуголку с белоснежным султаном. Под самыми звездами высочайших шпор хмурится пять старческих лиц в бакенбардах, усах и зачесах. волчья пасть дубельта, тяжелый череп коменданта Петропавловской крепости Набокова, лунный лик седовласого старца с бритую губою и птичьими глазами, во фраке с белой звездою сенатор Гагарин, и еще морщины и жирные складки холиных щек и двойных подбородков, тучный ростовцев с широким обвислом лицом, сухой долгоруков с металлически жестким взглядом. Повсюду лазурь и зелень мундиров, серебров шнуров и золото орденских знаков. Секретная ответственная комиссия в полном составе. Они сидели молча, адъютанты и тайные советники его величества спокойные, замкнутые, неприступные, упоенные пожалованными им свыше полномочиями, гордые своими раболепными доблестями, даровавшими им под старость право проливать потоками молодую кровь и строить свое блистательное благополучие на бестрепетности смертных приговоров, скрепленных их узорными, нарядными и поцарски размашистыми подписями. Из-за красного покрывала судейского стола с высоты своей плахи любопытно и жадно устремлялись исступленные взгляды на щуплого, хилого, нервного, молодого литератора, застывшего перед ними в своем арестантском халате, с тревожно бьющимся сердцем и широко раскрытыми глазами. Перед верховными сыщиками, закованными в суконные латы гвардейских мундиров, сутулый и бледный, стоял величайший мечтатель о золотом веке и всеобщем счастье. С высоты эстрады к нему слетают чужие, холодные, внятные слова, говорит председатель комиссии Старый Набоков. Руина в почетной отставке. Участник Бородина, Лейпцига и штурма Варшавы, он недавно лишь оставил командование гренадерским корпусом и получил обидно почетные звания директора Чесминской богодельни и коменданта Санкт-Петербургской крепости. Начальник над ветеранами и замурованными в каземат. Но он еще грозно хмурит брови и ревностно стремится выказать себя достойным выразителем высочайшего гнева. Отставной инженер-поручик Достоевский Первый, возглашает он своим хриплым басом, вы обвиняетесь в преступной принадлежности к тайному обществу, приступившему к осуществлению своих злонамеренных планов, направленных против православной церкви и верховной власти. Извольте доложить секретной следственной комиссии все, что вам известно об этом деле. Подойдите ближе к столу. Достоевский делает робкий шаг. Он говорит взволнованно и долго. Сбивчивая в начале речь его, понемногу выравнивается. Снова вспыкивает перед ним мучительный вопрос. Почему же не все счастливы? Живо возникают в памяти ослепительные реплики диспутов и вдохновенной страницы утопических книг. Ему кажется, что великие мятежники и прорисатели осеняют его своей светоносной мудростью. Он говорит о великой драме, разыгрывающейся на западе, от которой ноет и ломится надвое несчастная Франция. Обучении Шарля Фурье, неприложимым к русским условиям, но чарующим душу изящностью, стройностью, любовью к человечеству. О социализме, который принес уже людям много научной пользы, критической разработкой и статистическим отделом своим. О великих утопиях, о грядущем всемирном братстве, призванном возвратить на нашу несчастную планету блаженные времена золотого века. И тогда все, что нас окружает сегодня, все эти растоптанные жизнью, все эти истощенные женщины с изголодавшимися детьми, запойные пьяницы, вымирающие суления, ужасающая нищета и болезни городов, все это потонет в едином ликующем гимне неведомого, небывалого, всемирного, необъятного щарьки. Его слушают внимательно и не перебивают. Но лишь только он кончил, верховные исследователи приходят в движение, перебрасываются полуфразами, уславливаются о дальнейшем порядке заседания. Злово предоставляют генералу Долгорубхову. Это товарищ военного министра, знаменитый усмиритель бунта в новгородских военных поселениях, оказавший беспримерное мужество в делах против польских мятежников. Он вытягивает вперед свое сухое лицо с холодными бесцветными глазами, тонкий сгорбленный нос над щеткой коротких усов словно чует добычу. Блики света играют на впалах висках у жидких зачетов. Широкие лапчатые эпулеты слегка приподнимаются в осанке, взгляде и жестах командирская властность. Он задает вопросы отрывистые кратко. В каком чине оставили службу? Полевым инженер-поручиком. Состояли во фронте? Бывали в походах? Как несли службу в военно-инженерном корпусе? Затем он раскрывает тонкую тетрадь и почти с брезгливостью листает ее. Известно ли вам подобное рассуждение? Он читает с гримасой отвращения. Обидно, ребятушки. Видно, мы нужны, пока есть силы. А там, как браковку во брак собакам на съедение? Служил я честно, а вот теперь руку протягиваешь под углом. А сколько нас таких? Известно, солдатам-то ведь ищей хороших не дадут. А сами смотри, на каких рысаках разъезжают. Ах, они мерзавцы! Ну да погоди еще! Первые будут последними, а последние первыми. Вот французы, небось, у себя так и устроили. Да и другие тоже. Только у нас да у поганых австриях иначе. Он брезгливо отбрасывает рукопись. Вам эта мерзость знакома? Сам я этой рукописи никогда не читал. Но на обеде у подсудимого Спешнева, в апреле сего года, где поручик Григорьев читал возмутительное свое сочинение под нелепым заглавием «Солдатская беседа», вы присутствовали и ничем своего возмущения не выказали. Но статья не обсуждалась и высказаться не было возможности. «Это вы, воспитанник военной школы, бывший офицер его величества, изволите так судить, стыдитесь». В речи Долгорукого зазвучал окрех свирепствующего строевика. Но сообразив, что он не во фронте, а за судейским столом, он сдержался и даже произнес, впрочем, не безначальнической надменности маленькую речь. Вам известно, что железный порядок и строгая дисциплина в российской армии основаны на продуманной системе строгих изысканий. Кнут, шпицрутаны, кошки, установлены еще великим преобразователем России и удержаны до сих пор в карательной практике наших войск. Допустимо ли с возмущением и подстрекательством рассказывать в обществе, где имеются также и военные, о том, как понес справедливое наказание за жестокое преступление нижний чин, осужденный к шести тысячам ударов шпицрутанами? «Или об этом может быть не было речи на ваших собраниях, господин отставной поручик?» Последнее обращение прозвучало ядовито и злобно. Достоевский встрепенулся. «Речь была. Я говорил о возмущении в финляндском полку, о зверском обращении одного из ротных командиров с солдатами, о мужественном поступке фельдфебеля, который стесаком накинулся на капитана, чтобы отомстить ему за замученных товарищей, о том, как его приговорили шесть раз прогнать сквозь тысячу человек, пока его труп не выволокли за глази с экзекуционного плаца. «Да, ваши сведения точны. Я все это говорил на собрании». «А когда вы закончили речь, один из слушателей ваших не заметил ли, что вам следует выйти на площадь с красным знаменем? Я говорю о своих выступлениях, а других же, полагаю, показывать не обязан. Вы заблуждаетесь. Вам, очевидно, не знаком порядок судопроизводства». Он обратился к Гагарину. Старец с бритой губой и во фраке с серебристой звездой протянул свою черную руку к подножию распятия и извлек из груды кодексов тяжеловесный том. Согласно первому пункту 137-й статьи «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», читал вкратчивым голосом тайный советник, будя преступник, учинит полное чистотердечное признание и сверх того, добавлением верных в свое время сведений предупредить исполнение другого злого умысла, то наказание за преступление может не только быть уменьшено в мере, но даже смягчено в степени и в самом роде оного. «У меня нет никаких сведений для предупреждения злоумышленных действий, а тебе же лично мне нечего скрывать». «Я вынужден все же поставить вас в известность», продолжал также приветливо Гагарин, «что следственная комиссия в случае особого упорства опрашиваемого для доведения его к сознанию получает возможность с высочайшего разрешения налагать на него оковы». Гагарин пронизывал его взглядом пытливых и хитрых глаз, умильно сжимая при этом свои тонкие бритые губы. Голова слегка склонилась набок, как это бывает во время исповеди у католических патеров, смиренно внемлющих голос укающегося грешника. Старый сенатор по традициям рода Гагаринах был выучеником иезуитов. В отправлении высшей юстиции вносил он заветы братства Игнатия Лойолы. «Вы забыли, что государство — это своего рода общество Иисусова», произнес Антоном проповеди. «Подданный есть посох в руках начальствующего. Не избегайте же чистосердечного признания, предусмотренного законом. Исповедуйтесь, кайтесь, велико таинство покаяния». В это время слово взял тучный генерал с узенькими раскосыми глазками. «Мне жаль вас, Достоевский!» внезапно воскрикнул Антоном трагика Каратыгина. «Мне жаль вас!» Он словно собирался произнести торжественный и страстный монолог, но тут же отчаянно скривил рот, дико прищурил левый глаз и запнулся от сильнейшего приступа заикания. Судья терпеливо и участливо ждал окончания длительной речевой судороги тучного генерала. Это был любимец Николая, главноначальствующий над военно-учебными заведениями, генерал-адъютант Иаков ростовцев, вынужденный в свое время оставить строй из-за недостатка речи и вступить на поприще военного просвещения. Он медленно отирал фуляром чрезмерное истечение слюны. Широкое, лотнящееся лицо расплывалось и, кажется, готово было пролиться густо и медленно, как опара, если бы не прямые и жестокие линии прически и воинского облачения, словно сдерживающие в своих строгих конторах эту тяжелую и дряблую человеческую маску. Узенькие глазки порыси и мелькали и вспысивали под жидкими бровями, а напомаженный хохол был зарихватски взбит петушином гребнем, как у знаменитых полководцев восемьсот двенадцатого года. Тяжелые щеки обвисая создавали впечатление несменяемой хитрой усмешки подхоленными шелковистыми овцами, искусно переходящими в короткие бакенбарды, по-царски подбритые в ниточку. — Мне жаль вас, э-э-э, Достоевский, произнес он, страшно заикаясь, но придавая при этом своему голосу дрожание слез и выражение умиленного сочувствия, ведь вы поэт, писатель. Как дошли вы до такого падения? — Ведь я друг сочинителей, ведь булгарин и кукольник мои лучшие друзья. Внезапная спазма снова прервала оратора, но, не смущаясь и терпеливо выдержав паузу, он продолжал свой монолог. — И вот, друг поэтов и артистов, я должен допрашивать вас, известного литератора, об ужаснейшем преступлении. Вы осмелились позабыть, что власть царя — орудие самого провидения. Лицо его сжалось слезливой гримази. Он словно готов был здесь же на месте оплакать своего погибающего друга. Гораздо позже в своих скитаниях по заграничным читальням и библиотекам в поисках запретных страниц Герцена о царской России Достоевский узнал всю правду об этом сановном заике. Полярная звезда и колокол поведали ему, что этот доносчик-энтузиаст был близок в 1825 году Крылееву, Глинке, Аболенскому, принимал участие в их политических спорах, читал им свою трагедию об идеале чистой любви к Отечеству, а когда сам был привлечен к участию в тайном обществе, спешно явился 12 декабря в Димний дворец и сообщил Николаю, «Против вас стоит возмущение, оно вспыхнет при новой присяге и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России». При этом доносчик обливался слезами и на груди его плакал сам претендент на российский престол. 14 декабря предатель деятельно участвовал в подавлении восстания. Во время следствия метался, каялся и клялся в непокоребимой верности престола. Вскоре выпросил себе адъютанство при великом князе. Ему не мешали сходить на высшие ступени царской службы, но при случае напоминали о грехах молодости. Его участие в следствии по делу Петрашевского было одним из таких отдаленных напоминаний. А ну-ка, искупи лишний раз свою близость к Рылееву, ты ведь не без личного опыта в делах о государственных заговорах». Между тем Ростовцев, продолжая заикаться, раздирать рот и подергивать глазом, вел свой чувствительный допрос. «Знавали ли вы литератора Белинского?» «Знал, но в последние годы я мало общался с ним. Извольте изложить комиссии о причинах вашего расхождения. Оно было вызвано различием наших воззрений на задачи искусства». Белинского необыкновенно волновали мои утверждения, что художник, преследуя цели стройности и завершенности своих созданий, служит по-своему человечеству, улучшая и возвышая его, и тем выполняя свое призвание перед современниками и будущими поколениями. Он с большой стратностью возражал мне, что отвлеченная к себе самой замкнутая красота не нужна голодному, нищему, трудящемуся человечеству. Помнится, я возражал ему, что искусство, как воздух и солнце, нужно всем и всегда, именно потому, что оно вернее всех прочих средств, способно объединить людей высшую творческую радостью. Я рассчитывал, что этим шиллеровским аргументом смогу воздействовать на художественную сторону его натуры, задеть ту поэтическую струну, которая никогда не переставала звучать в его сердце. Но в этом я ошибся. Он только горько упрекнул меня в недостойном писателе равнодушии к самым жгучим болям современного человечества, я же в ответ обвинил его в желчности мышления, и мы разошлись навсегда. Но ежели вы разошлись навсегда, то чем объяснить, что совсем недавно, он заглянул в бумагу, 15 апреля текущего 1849 года, вы изволили читать перед многолюдным собранием у титулярного советника Буташевича Петрашевского обстоятельнейшее послание литератора Белинского к известному сочинителю Гоголю. Я считал, что письмо это замечательный литературный памятник, не лишенный даже художественных достоинств. Так что единственно из соображений словесных красот вы прочли, а затем передали некоторым лицам для списывания документ, он продолжал просматривать бумагу, в котором говорится о гнусном русском духовенстве, о наличии на Руси огромной корпорации разных служебных воров и грабителей, о российской церкви как поборнице неравенства, льстеце власти враге и гонительнице братства между людьми. Все это было прочитано вами из соображения литературных достоинств? Нервный тип странно дернул лицо Ростовцева. Казалось, он иронически сжал веки левого глаза словно для прицела и лукаво качнул головой. Я далеко не разделяю всех идеей этой статьи. Стало быть, иные все же разделяете? Он повернулся к Набокову. Полагаю, по этому пункту вопрос достаточно выясненным. В это время в беседу вступил Дубельт. Он легко приподнялся, быстро расправил сухой рукой свои пышные усы и не без грации, словно кидаясь в мазурку, ринулся в свой допрос. Раз вы изволили вступить на путь признаний, весьма для вас важный и спасительный, в то не чувствовался налет кавалерственного расшаркивания, то не расскажете ли нам, здесь он начал странно растягивать слова и медлительно волочить фразу, о составленном плане в ночь на 21 апреля в публичном маскараде в зале дворянского собрания. Он остановился, как бы что-то соображая или припоминая, затем вдруг резко оборвал фразу «Заколоть кинжалами царя». Достоевский не дрогнул, в планах цареубийства не участвовал. Но в сообществе ваших приятелей вам, вероятно, не раз приходилось слышать о желательности совершенно изъять виновников зла, так сказать, уничтожить, ну, скажем, конечно, примерно, да и мысль, принелепейшая по своей неосуществимости, всю царскую фамилию. Он нагнулся вперед над столом и глаза его жадно впилить в лицо Достоевского. Я к этому никогда не призывал. А кто же? Зеленые фосфоричные зрачки под сидеющими бровями продолжали сверлить его. Подследственный стоял и смотрел, как завороженный. Мысли проносились вихрем. Он силился вспомнить. Успешнего был разговор. Явно фраза тогдашней беседы «Устранить царя и фамилию». Именно так и сказал он. Дубельт вынул из папки и протянул ему лист. Это был план Петербурга с нанесением казарменного расположения гвардейских частей. Революционная карта столицы отметила тушью места, предназначенные для баррикад. На дворцовой площади, на набережных, у мостов, на Невском. Я не составлял этого плана. Но как военный инженер вы, конечно, знали о нем, ведь вы топограф инженерного департамента. Могли ли без вас решать такие вопросы? К восстанию и уличным боям не готовился. Будучи из первейших членов всего общества, вы все же должны были знать о плане умерщвления императора партии заговорщиков в масках. Принимали ли вы также участие в составлении лотерейных билетов, на которых написаны были призывы к восстанию и цареубийству? Нет, не принимал. И вообще полагаю, что слух этот ложен. Но исповедовать якобинские системы и не стремиться к их распространению едва ли логично. В революционных союзах обычно создаются тайные типографии для пропаганды новых идей. В вашем кружке, сколько известно, существовали такие же планы. Этого вопроса Достоевский боялся пуще всего. В этом с точки зрения власти было, конечно, его самое сильное преступление. Организация тайной типографии для распространения антиправительственной пропаганды это уже был не заговор идей, не разговоры, не чтение стихов. Это был революционный факт, весьма весомый и крупный. Сознаваться в нем было совершенно немыслимо. Помимо личной опасности, он вовлек бы в свое заявление ряд других лиц в первую голову Спешнева. Вы напрасно так молчаливы в этом пункте. В нашем распоряжении рисунок типографского ручного станка, вам, конечно, хорошо известный, у нескольких ремесленников отобрано сведения о производстве именно заказ отдельных частей. Если вы нам сообщите, где он был собран и у кого хранился, это может сильно смягчить вашу участь. Генерал назидательно и не без грации приподнял свою сухачавую руку и разгладил свои усы. Допрос, казалось, достиг предельного напряжения. И вот, снова нарушая безмятежную паузу, слово взял председатель. Итак, провозгласил своим хриплым голосом Набоков, вы упорно отказываетесь признать свое участие в заговоре на восстание и цареубийство. В прениях о фуриеризме о крепостном состоянии и воинских наказаниях я участвовал. Письмо Белинского Гоголю читал в собраниях. Солдатскую беседу слушал. В грядущее пришествие всеобщего счастья верил и не перестаю верить, но в заговоре на восстание и цареубийство не повинен. Вы даете возможность уличить вас во лжи. Читайте. Он протянул ему листок. «Когда распорядительный комитет тайного общества, сообразив силы обстоятельства и представляющийся случай, решит, что настало время бунта, я обязываюсь, не щадя себя, принять полное и открытое участие в восстании и драке, предварительно вооружившись огнестрельным или холодным оружием. Я никогда не подписывал подобной бумаги. Почерк знаком вам? Затрудняюсь сказать. А если мы назовем вам имя подсудимого Николая Пешнева? Боюсь ошибиться. Возможно, однако, что это его рука. И даже совершенно несомнительно для вас, ибо вы входили в тайное общество, им организованное. Мы действительно собирались небольшим кружком для чтения и музыки. Вам необходимо во всех подробностях сообщить следственной комиссии все, что вам известно о тайном обществе, организованном с Пешневым. Вы сможете это сделать в письменной форме. Вам будут доставлены в камеру опросные листы. Всякая ложь изопирательства послужит лишь к усугублению преступления. Подробное и полное показание «Кто какие подавал мнение об истреблении особо государя императора и августейшей фамилии, еще может спасти вас. Вам известно, что вам грозит в противном случае?» «Нет, неизвестно». Согласно воинскому артикулу, высочайшим инструкциям секретной следственной комиссии и полномочиям генерал-аудитариата, все признанные виновными в антиправительственных планах подвергаются четвертованию либо постыдной смерти через повешение. Он торжественно встал. Вслед за ним поднялись все верховные следователи. Вдоль массивной бронзы царского портрета протянулись в их странном и жутком разнообразии пять инквизиторских голов. Платоядная челюсть Дубельта и иезуитски сжатые губы Гагарина, истребиный нос и оловянные глаза Долгорукова, лоснящиеся щеки Фальстафа Ростовцева, чугунный череп Набокова. Они стояли напыщенные и грозные, словно до краев наполненные тщеславием и воинствующие верноподданностью, многократно доказанной за несколько десятилетий их ревностного служения царю и отечеству. Согласно инструкции его императорского величества, секретной следственной комиссии, все следователи мощно и бодро выпрямились, дело, по которому вы, отставной поручик Достоевский первый, привлечены, признаны в высшей степени преступным и нестерпимым, и степень вины и кары каждого участника должна быть определена по всей строгости военно-полевых законов. Конвойные уводят подсудимого. 16 ноября военный суд закончил рассмотрение дела Петрашевцев. Оно поступило в генерал-аудитриат или Верховную прокуратуру. 19 декабря эта высшая инстанция на основе полевого уголовного уложения приговорила 21 подсудимого к расстрелу, но, считаясь с молодостью осужденных, их раскаянием и отсутствием вредных последствий от их деятельности, она ходатайствовала перед императором о замене смертной казни другими карами. Согласно традиции, Николай I отменил высшую карательную меру, к которой были присуждены Петрашевский, Спешнев, Момбелли, Дуров, Достоевский, Плещеев и другие, снизив для многих из них степень и сроки кары, предложенные генерал-аудитриатом. Но свое помилование царь распорядился объявить Петрашевцам лишь после публичного прочтения им первоначального смертного приговора и совершения всего церемониала казни, за исключением последнего слова команды Пли, после чего приказывалось прочесть окончательные приговоры. Семеновский плац Это было 22 декабря 1849 года в восьмом часу утра. Черная карета с обмерзлыми стеклами подвезла его к неведомому месту. Конвойный, сидевший с ним рядом, распахнул дверцу. Выходите. Он вышел и увидел их всех. Эшафот чернел на снежной поляне огромного плаца, а у самого с взъерошенной гривой в легком весеннем плаще и без шапки стоял Петрашевский. Где же это они? Настоевский огляделся по сторонам. Оранжевые стены гвардейских казарм, пять золотых куполов тяжеловесного собора над валом огромной площади для смотров и учений Семеновского полка. В самом центре парадного места прямоугольник из пеших и конных войск. Это построенное в каре батальоны, в которых служили осужденные офицеры Пальм, Григорьев, Момбелли. В середине квадрата деревянный помост, обтянутый черным сукном. У самого вала конвойные выстраивают привезенных заключенных. Вот они все. Исхудавшие, бледные, одичалые, поэты и правоведы, инженеры и офицеры, учителя и журналисты. Целая пятница Петрашевского, окруженная отборными войсками и конной жандармирией во главе с военным генерал-губернатором Санкт-Петербурга, обер-полицмейстером, командирами частей Лейбгвардии и флигель-адъютантами его величества. После долгих месяцев казематного одиночества осужденные встречались радостно и бодро, с братскими возгласами и горячими объятиями. Это явно намшало строжайший воинский ритуал верховной кары. К ним, негодуя и хмурясь, подскакал сам командир гвардейской пехоты и главный распорядитель казни генерал-адъютант Сумароков. Раздается команда строить в шеренгу, плац-майор вытягивает их в цепь, перед фронтом осужденных появляется священник в погребальном облачении, он возглавляет процессию, окруженную стражей, и ведет ее по фронту войск к эшафоту. Вот и последний поворот. Перед ними три узкие серые мачты, прочно врытые в промерзлую землю. Жить остается десять-двадцать минут. Линия войсковых частей пройдена до конца. Осужденных подводят к коротенькой лесенке помоста. Скользя по мерзлым ступенькам, они всходят на эшафот. На караул взметаются с четким лязгом ружья. Неровной дробью рассыпаются барабаны. На подмостке выходит аудитор с бумагой в руках. Слабым дребезжащим тенорком, выкрикивая части фраз для войск, для толпы на валу, с паузами и новыми визгливыми возгласами, он прочитывает высочайший приговор. Ветер шумит, мысли проносятся вифрем, цельную фразу нельзя воспринять, она доходит клочками до сознания. Что это, мозг уже начал сдавать или вьюга глушит надрывный фальцет чтеца? Генерал-аудитариат по рассмотрению дела военно-судной комиссией признал, все виноваты в умысли на неспровержение государственного порядка, определил подвергнуть смертной казни расстрелянием. Аудитор невероятно повышает свой петушиный голос и подносит руку к полю форменной шляпы. По площади пронзительным криком разносится. Государь-император на приговоре собственноручно написать соизволил «Быть посему». Разносятся по площади имена, статьи, резолюции и с грозной ритмичностью снова и снова звучит неумолимый приговор. И вот в десятый раз раздается бесстрастная формула. Отставного инженер-поручика Федора Достоевского 27 лет за участие в преступных замыслах, за распространение частного письма, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, и за покушение к распространению посредством домашней литографии сочинений против правительства, подвергнуть смертной казни расстрелянием. Звучат новые знакомые имена живых и близких людей и та же беспощадная санкция. Аудитор складывает в четверо бумагу и опускает ее в боковой карман. Он медленно сходит с помоста. Снова гулки барабанный бой. Под отвратительную слитную дробь, грохоча высокими сапогами, сходят на эшафот палачи в ярких рубахах и черных плисовых шароварах. Осужденных ставят на колени, палачи переламывают надвое над их головами подпиленные шпаги, сухой и жесткий треск ломающейся стали четко режет морозный воздух. Священник произносит последнюю проповедь обродцы греха есть смерть и протягивает каждому большой крест для целования. Невдалеке была церковь и вершина собора с позолоченной крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие. Оторваться не мог от лучей. Ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольется с ними. Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны. Но он говорил, что ничего не было для него в это время тяжелее, как беспрерывная мысль. Что, если бы не умирать? Что, если бы воротить жизнь? Какая бесконечность? Так вспоминал свою казнь Достоевский через двадцать лет в идиоте устами князя Мышкина, рассказывающего об одном своем знакомом политическом преступнике. И вот последний обряд предсмертное переодевание. Тут же на эшафоте их летние плащи сменяют на просторные холщовые саваны со строконечными капюшонами и длинными почти до земли рукавами. Внезапно раздается с эшафота долгий, раскатистый и дерзкий хохот. Все оборачиваются. Третьясь, словно от неудержимой спазмы и, как бы намеренно повышаясь каждым приступом раскаты своего хохота, Петрашевский вызывающе взмахивал своими клоунскими рукавами. Господа! Хохот душил его. Как мы должно быть смешны в этих балахонах! Великий пропагатор остался верен себе. Эшафот огласил он хохотом, быть может, стремясь в последний раз выразить свое презрение власти и одновременно пробудить бодрость в товарищах. Они стоят все высокие, белоснежные, жуткие, как призраки. Необычайная одежда колышется от ветра, лица полузакрыты спадающими капюшонами. Их перестраивают потроя. Он стоит во втором ряду. Раздается окрик распорядителя казни. Петрашевский, Бомбелли, Григорьев. Три белых призрака под конвоем взводных по вызову аудитора медленно сходят по скользким ступеням по мосту. Их привязывают веревками к трем серым столбам. Длинными рукавами смертной рубахи им скручивают за спиною руки. Вызывали потроя, писал в тот же день Достоевский. Следовательно, я был во второй очереди, и жить мне оставалось не более минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих. Я успел тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и проститься с ними. Они стояли во втором ряду за Достоевским. В Сибири Достоевский говорил друзьям, что ничего не знал, о предстоящем помиловании и вполне приготовился к смерти. Вся жизнь пронеслась в уме, как в калейдоскопе, быстро, как молния и картинно. Примечание автора Плотно привязаны к столбам трое осужденных. Лицо Петрашевского спокойно, только глаза невероятно расширены. Он, казалось, смотрел поверх всего, спокойно ждал неминуемого. Лицо Мамбелли было недвижно и бледно, как стена. Григорьев был, словно весь, и коверкан пыткой приближающегося конца. Перекошенное лицо его каменело от ужаса, глаза остекленели, как у безумца. Три взвода солдат, предназначенных для исполнения приговора, отделяются от своих частей и под командой унтер-офицеров маршируют по намеченной линии, пять сажений впереди столбов. Перед каждым приговоренным выстраиваются в одну линию шестнадцать гвардейских стрелков. Предстоящее совместное убийство как бы снимает с каждого отдельного исполнителя ответственность за кровопролитие. Раздается команда к заряду. Стук прикладов и шум шампалов. Колпаки надвинут на глаза. Скрываются под капюшонами изумленные глаза Петрашевского, бледная маска Момбелли, безумная гримаца Григорьева. Но резким движением головы Петрашевский сбрасывает с лица белый колпак. Не боюсь смотреть смерти прямо в глаза. Снова воинская команда на прицел взвод солдат направляет оружейные стволы к приговоренному. Момент этот был поистине ужасен, вспоминал Петрашевец Ахшарумов. Сердце замерло в ожидании и страшный момент этот продолжался с полминуты. Почему же так долго не раздается залп? По площади проносится галопом флигель адъютант. Он вручает генералу Сумарокову запечатанный пакет. Мертвую тишину снова прорезает резкий барабанный бой. Шестнадцать ружей, взятых на прицел, подняты, как одно, стволами вверх. У столбов суета, отвязывают осужденных. Их снова возводят на черную площадку. И вот опять аудитор прочитывает своим дребезжащим тенором новый приговор. Его Величество по прочтению всеподданнейшего доклада вместо смертной казни, лишив всех прав состояния, сослать в каторжную работу без срока в арестантские роты инженерного ведомства рядовыми в отдельный кавказский корпус и снова разносится по Семеновскому плацу его знаменитое имя. Отставного инженер-поручика Федора Достоевского в каторжную работу в крепостях на четыре года, а потом рядовым. На эшафоте появляются кузнецы с массой брецающего железа. Помост вздрагивает от звонкого удара брошенного металла. Ноги Петрашевского заковывают в железные браслеты. Спокойный, презрительный и насмешливый он сам помогает кузнецам. Слязгом бьют молотком по железу. Заклепывают кандалы. К эшафоту подъезжает курьерская тройка. Согласно высочайшей воле преступник Буташевич Петрашевский прямо с места казни отправляется с жандармом и фельдъегерем в Сибирь. Я хочу проститься с моими товарищами, заявил осужденный комендант. И вот тяжело, неуклюже, неумело, почти беспомощно ступая с путанными ногами и пошатываясь в своих кандалах, Петрашевский обошел всех с поцелуями и прощальными словами. Не огорчайтесь, друзья, пусть нас доковывают. Это драгоценное ожерелье, которое выработало нам мудрость Запада, дух века, всюду проникающий, а надела на нас торжественно любовь к человечеству. И всех обняв, он медленно отошел и глубоким поклоном под звон своих цепей еще раз простился со всеми. Он словно просил у них прощения за свою невольную вину перед ними. Его усадили в кибитку. Фельдъегерская тройка с жандармом на облучке взвелась, пронеслась и скрылась за поворотом. Их вели обратно. Толпа медленно и молча расходилась. Верховые с белыми султанами на треуголках мчались во весь опор, с докладами в зимний дворец. Гвардейские полки перестраивались для обратного марша. В тот же день он писал единственному близкому человеку Михаилу. Брат, я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь. Жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подли меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть, вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою. Да, правда, та голова, которая создавала, жила высшую жизнью искусство, которая сознала и свыклась с высшими потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Осталась память и образы, созданные и еще не воплощенные мной. Они изъязвят меня, правда, но во мне осталось сердце и даже плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и жалеть, и помнить, а это все-таки жизнь. Никогда еще таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипела во мне, как теперь. Поистине беспримерны сила этого творческого сознания и мужество этого впечатлительного человека, только что пережившего казнь и уходящего через несколько часов на каторгу. Он преисполнен оптимизма и непокоребимой веры в свое призвание, в свое будущее возрождение. Ведь был же я сегодня у смерти три четверти часа. Прожил с этой мыслью, был у последнего мгновения и теперь еще раз живу. Сквозь эту потрясающую запись переживания гениального смертника прорываются иногда и ноты подавленного отчаяния. Боже мой, сколько образов выжатых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольется. Да если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках. Но воля великого поэта торжествует над страшнейшими ударами чудовищной действительности. Раскрывается новое понимание смысла жизни, умудренное страшным опытом отмененной казни. Как оглянусь на прошлое да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неумении жить, как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, так кровью обливается сердце мое. Жизнь дар, жизнь счастье, каждая минута могла быть веком счастья. Брат, клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Это отрывочная торопливая беспорядочная исповедь, написанная в каземате в присутствии тюремщиков, перекликается с величайшими откровениями мирового искусства и звучит бессмертным заветом Бетховена через страдания к радости. В тот же день Достоевскому объявили, что он с первой же партии будет отправлен в Сибирь. Он попросил о прощальном свидании с братом. Ему отказали. Но по ходатайству родственников комендант разрешил им последнюю встречу. 24 декабря вечером Михаил Михайлович Достоевский с Александром Милюковым были допущены в комендантский дом. Вскоре в сопровождении жандармского офицера и караульных явились Достоевский и Дуров, уже облаченные в дорожное арестантское платье, полушубки и валенки. Свидание длилось полчаса. В глазах старшего брата вспоминал Милюков стояли слезы, губы его дрожали, а Федор Михайлович был спокоен и утешал его. Перестань же, брат, говорил он, ты знаешь меня, не в гроб же я уйду, не в могилу провожаешь, и в каторге не звери, а люди, может, еще и лучше меня, а выйду из каторги, писать начну. В эти месяцы я много пережил, в себе-то самом много пережил, а там впереди-то что увижу и переживу, будет о чем писать. К полуночи его повели в кузницу. Ровно в двенадцать часов ночи, когда куранты Петропавловской крепости играли на своих колокольцах Кольславин, Достоевского заковали в кандалы весом около десяти фунтов, его посадили в открытые сани с жандармом, вдвое других саней были посажены осужденные петрашевцы Дуров и Ястржемпский, и подначальство фельдегеля конный поезд на полозьях двинулся в дальний путь. Годы изгнания Глава седьмая Сыльно-каторжный Путь вострог Петербург праздновал сочельник. Окна домов были ярко освещены. Во многих светились елочные огоньки и поблескивали украшения. Проехали мимо дома редактора отечественных записок Краевского, где в этот вечер встречали святки дети Михаила Михайловича. Достоевский с болью думал о родных, с которыми расставался на долгие годы, если не навсегда. Кудру были в Шлиссельбурге, где напились горячего чая в трактире. Фельдегерь, бывший дипломатический курьер, славный старик, добрый и человеколюбивый, пересадил арестантов в закрытые сани. По случаю праздника сменные ямщики садились на облучки в хегольских армиках с алыми кушаками. «Был чудеснейший зимний день», вспоминал Достоевский. Это было первое его путешествие по России. Он знал лишь Петербургский тракт от Москвы и морской рейс из Кронштадта в Ревель. Теперь за две недели русские тройки пронесли его по необъятному снеговому маршруту от Невы до Западной Сибири. Он проехал северным поясом страны по девяти губерниям Петербургской, Новгородской, Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Казанской, Вятской, Пермской и Тобольской. При Урале мороз достигал сорока градусов. «Я промерзал до сердца», писал о своем первом странстве по необъятной родине петербургский житель. Грустная была минута переезда через Урал. Лошади и кибитки завязали в сугробах. Была метель. Мы вышли из повозок, это было ночью, и, стоя, ожидали, пока мест вытащат повозки. Кругом снег, метель, граница Европы. Впереди Сибирь и таинственная судьба в ней. Назади все прошедшее. Грустно было, и меня прошибли слезы. На шестнадцатый день путешествия 9 января 1850 года Достоевский прибыл в Тобольск. Здесь он впервые вошел во строк, пока еще временный или пересыльный. Отсюда осужденных распределяли по сибирским рудникам, крепостям и заводам. Здесь он увидел прикованных к стене в душном промозглом подвале. Они были осуждены на долгие сроки затворничества без движения и воздуха. Он мог вглядеться в лицо одного из знаменитейших разбойников, сразу явившего ему картину ужасающего духовного отупения, страшное совмещение кровожадности и ненасытимого плотоугодия. Так раскрывалось преддверие мертвого дома. Новоприбывших злоумышленников заключили в узкую, темную, холодную и грязную арестантскую. Ястржемский пришел в отчаяние и решил покончить с собой. В такие минуты нервный и больной Достоевский проявлял изумительное мужество. И на этот раз он поднимает своим присутствием духа угнетенных и подавленных товарищей. Он разыскивает в своих вещах коробку сигар, подаренных ему на дорогу братом. Узникам принесли чай и сальную свечку. В дружеской беседе мы провели большую часть ночи. Симпатичный милый голос Достоевского, его нежность и мягкость чувства, даже несколько его капризных вспышек, совершенно женских, подействовали на меня успокоительно. Создалась атмосфера внутреннего тепла, заботливости и участия. И Астржемский оставил мысль о самоубийстве. Между тем произошло неожиданное и незабываемое событие. На этапный двор к политическим преступникам пришли жены декабристов утешить помочь в несчастье. Это были безвестные в своем скромном величии русские женщины, которых вспомнит Некрасов в своих знаменитых поэмах от Рубецкой и Волконской. Быть может, мы, рассказ свой продолжая, когда-нибудь коснемся и других, которые отчизну покидая, шли умирать в пустынях снеговых. Пленительные образы, едва ли в истории какой-нибудь страны, вы что-нибудь прекраснее встречали. Их имена забыться не должны. И Достоевский запомнил навсегда четырех сибирских подвижниц, поддержавших его в эту безнадежную минуту. Это были Анненкова с дочерью Фанвизина и Муравьева. Полина Гебль, юная француженка, служила в 1825 году в петербургском модном магазине, где с ней познакомился блестящий кавалергард и любимец Александра Первого Альненков, вскоре осужденный военным судом на каторжные работы. Она последовала за любимым человеком в Сибирь, преодолев невероятные трудности, так как официальной женой его не было. Десятилетия изгнания не сломили ни ее живого нрава, ни ее смелой натуры. Дочь Прасковьи Егорны, Ольга Ивановна Альненкова, впоследствии Иванова, вскоре поселилась в Омске и проявляла горячее участие к судьбе Достоевского. Писатель называл ее своей родной сестрой, прекрасной чистой душой, возвышенной и благородной. Также высоко ценил он Фанвизину, женщину доброго, человеколюбивого сердца, всем пожертвовавшую для высочайшего нравственного долга. Эти четыре декабристки уговорили смотрителя пересыльной тюрьмы устроить им на его квартире свидание с политическими. Они накормили их обедом, снабдили вещами, подарили каждому по экземпляру Евангелия, единственная книга, которую разрешалось иметь на каторги. В надрезанные крышки переплетов было вложено по десятирублевой ассигнации. Это была книга старинного крупного древнеславянского шрифта с титлами. Достоевский берег ее всю жизнь и раскрывал в день своей смерти. Мы увидели этих великих страдалец, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь, вспоминал через четверть века Достоевский. Ни в чем не повинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли все, что перенесли их осужденные мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь. По-видимому, сосланные 1826 года не имели возможности встречаться с новыми государственными преступниками и свидание с тремя петрашевцами взяли на себя поэтому жены местных поселенцев. Служивший в 1850 году в Тобольском приюте общественного презрения доктор Мейер сообщил позднее в печати, что в судьбе прибывших петрашевцев приняли участие жившие в городе декабристы Анненков, Муравьев, Свистунов. Они посылали вновь прибывшим белье и другие вещи. Особый интерес возбуждал Достоевский, о котором тогда говорили уже как о знаменитом авторе повести «Бедные люди». Врач посетил прибывших в тюрьме, а о некоторых и в лазарете. Привезены были кроме Достоевского, Дурова и Ястржемского, Петрашевский, Спешнев, Толь, Львов, Момбелли и другие. По воспоминаниям Мейера, Достоевский был маленький, тщедушный и казался молоденьким. Он был чрезвычайно спокоен, хотя у него были очень тяжелые кандалы на руках и на ногах. Приехавшие были заключены во строк в очень низкое и тесное помещение со спертом воздухом. Около 20 января Достоевский и Дуров были отправлены из Тобольска в Олзик. Предписание генерал-губернатора Западной Сибири повелевало содержать без всякого снисхождения, заковать в кандалы. Но стараниями энергичной и деятельной Аненковой удалось устроить их доставку в дальний острог не по этапу, а лошадьми. Это было расстояние в 600 верст. Фанвизина решила проводить омских каторжников по большой дороге за Иртышом. Она ждала их в семи верстах от Тобольска на 30-ти градусном морозе. Наконец мы услышали отдаленные звуки колокольчиков, записала ее спутница. Вскоре из-за пушки леса показалась стройка с жандармом и седоком, за ней другая. Мы вышли на дорогу, и когда они поравнялись с нами, махнули жандармам остановиться, о чем уговорились с ними заранее. Из кашевых, то есть сибирских розвольней, выскочили Достоевский и Дуров. Одеты были они в арестантские полушубки и меховые малахайи, вроде шапок с наушниками, тяжелые кандалы гремели на ногах. Мы наскоро с ними простились, и успели только им сказать, чтоб они не теряли бодрости духа, что о них и там будут заботиться добрые люди. Это был последний привет из вольного мира. Мертвый дом 23 января 1850 года Достоевский прибыл в Омскую крепость, окруженную рвами и валами. Построенная в начале XVIII века для отражения степных кочевников, она вскоре превратилась в военный острог. И никогда еще человек, более преисполненный надежд, жажды жизни и веры, не входил в тюрьму. Записал через 30 лет в своих черновых тетрадях Достоевский, вспоминая, очевидно, эту трагическую минуту своей жизни. Первая встреча с главным тюремщиком, плацмайором Кривцовым, подтвердила его репутацию мелкого варвара и жестокого тирана. Достоевский увидел полупьяного человека с багрово-свирепым лицом под оранжевым околышем засаленной фуражки в армейском мундире с грязными серебряными эпулетами. Угреватое и злое лицо его произвело на нас чрезвычайно тоскливое впечатление. Точно злой паук выбежал на бедную муху, попавшуюся в его паутину. По своему обычаю он жестоко обругал прибывшего арестанта и пригрозил ему поркой за малейший проступок. Достоевского отвели в кордегардию или караульную, где ему немедленно же придали новое обличие арестанта. Его обрили полголовы, он был облачен в двухцветную куртку с желтым тузом на спине и покрыт мягкой бескозыркой. В таком виде он вступил в каторжный каземат. Это было ветхое деревянное здание, намеченное к слому, с прогнившим полом, протекающей крышей, угарными печами, блох, шей и тараканов, четвериками, голые нары, общий ушат, сумерек до рассвета, духота нестерпимая. А вокруг несмолкаемый крик, шум, ругань, брецание цепей, это был ад, тьма кромешная, вспоминал впоследствии Достоевский. Он увидел здесь в действии и на практике древний грозный устав о наказаниях, клейменные лица для вечного свидетельства об их отвержении. Особые штемпеля из стальных игольчатых букв выкалывали на лбу и щеках каторжников кровавую надпись КАТ, каторжный, которая натиралась порохом или особой химической краской и становилась несмываемой. Только представители привилегированных сословий и женщины освобождались от этой татуировки. Примечание автора. Истерзанные спины наказанных шпицерутанами, распухшие багрово-синего цвета с застрявшими в них занозами. Омские каторжники были неумолимо опутаны железом. В оковах люди мылись в бане, в кандалах играли комедию, в цепях лежали больными в госпитале. От злой чахотки умер один исцокший арестант. Унтер-офицер тотчас же послал за кузнецом расковать мертвеца. Достоевского поразила ненависть арестантской массы к приговоренным дворятам. Бывшие крепостные выражали свою вражду к недавним помещикам, утратившим свою безграничную власть над ними. Вы дворяне, железные носы нас заклевали. Прежде господином был, народ мучил, а теперь хуже последнего наш брат стал. Эту тему классовой розни Достоевский внес в эпилог преступления и наказания. Раскольникову кажется в Сибири, что между ним и заключенными непроходимая пропасть. Это словно люди разных наций, двух враждебных станов. Один каторжник выступления бросился было на него. Только конвойный удержал от кровопролития. Но обычно сословная вражда между заключенными не проявлялась столь бурно. По рассказу самого Достоевского он имел среди арестантов многих друзей и приятелей, интересовался их историями, их песнями, их нравственными запросами. В пестром разнообразии острожной толпы, где были представлены все области России и все виды преступлений, Достоевский мог наблюдать едва ли не все типы уголовного мира, от контрабандистов и фальшивомонетчиков до истязателей малолетних и грабителей на большой дороге. Данные записок из мертвого дома дают возможность разбить население острожной казармы по методу Стендаля или Толстого на несколько категорий. Основное деление каторжных выразилось бы в двух группах. Первая наивные и простоватые болтуны, вторая молчаливые. Этот второй наиболее многочисленный разряд в свою очередь распадался на несколько видов. Первый угрюмые и злые, второй добрые и светлые, третий отчаявшиеся. Особое внимание изобразителя сложных случаев совести привлекли угрюмые и злые. Ему пришлось прожить четыре года бок о бок с мрачнейшими знаменитостями уголовной хроники. Убийца детей Татарин Газин, многократный душегуб, похитивший у законодаленного писателя его заветную Библию. Отвратительнейший из всех заключенных арестов, нравственный Квазимодо, утонченный развратник, паразит и предатель. Такова была среда колоссальных страшных злодеев, окружавшие Достоевского в каторжной казавне. Но были и другие. В небольшой кучке добрых и светлых Достоевский нередко отходил душой от всех острожных впечатлений. К этой группе принадлежали и смиренный простодушный юноша, и пострадавший за веру седой старобрядец, и несколько кавказских горцев, принесших в грязь и чад арестантской жизни рыцарскую доблесть своих горных нравов. Кавказцы Омского Острога не были уголовными преступниками, грабителями или конокрадами. Это были политические заключенные, отважные патриоты, бесстрашные партизаны, выступавшие в одиночку или легкой кавалькадой против форпостов регулярной и несметной армии. Подвигу горских племен выражали сочувствие в своих стихах величайшие поэты России Пушкин. Так ныне измолвный Кавказ негодует, так чуждые силы его тяготят. И Лермонтов горят аулы, нет у них защиты, горит черкесский вольности костер. Освободительная война в Чечне, Дагестане, Черкесии против колориального гнета самодержавия порождала энтузиастов и героев. Они ощущаются и в описанных Достоевским каторжанах кавказцах, хотя писателю и пришлось из цензурных соображений низвести их в разряд уголовных преступников. Но историческая правда неуклонно прорывается сквозь условности этого подцензурного рассказа. Героический Нурра, прозванный Львом, был сильный, отважный, ведь изрубленный и простреленный богатырь «Благородный борец за независимость своего народа». О нем в записках мимоходом сказано. На Кавказе он был мирной, но постоянно езжал потихоньку к немирным горцам и оттуда вместе с ними делал набеги на русских. Это происходило в разгаре действий Шамиля, то есть в сороковых годах. Достоевский по прибытии в Омский острог уже застал здесь сосланных лесгинов, чеченцев и дагестанских татар. Среди последних находился юноша Аллей, сосед Достоевского Панаром, с мягким сердцем и прекрасным лицом. «Вспоминаю о встрече с ним, как об одной из лучших встреч в моей жизни», свидетельствует автор записок. «Это было необыкновенное существо, до того прекрасное от природы, что всякая мысль о чем-либо дурном не могла его коснуться». Образ выдержан в духе любимых моральных героев Достоевского. Характерен рассказ о восхищении Аллея Нагорной проповедью и о его тонком желании мусульманина порадовать своего нового друга возвеличением его веручения. Иса святой пророк. Писателя заинтересовали и отчаявшиеся, люди закаленной воли, неукротимого протеста и отчаянного бесстрашия. Таков был уголовный Орлов. В нем мы видели одну бесконечную энергию, жажду деятельности, жажду мщения, жажду достичь предложенной цели. Я поражен был его странным высокомерием. К этому же волевому типу принадлежал каторжник Петров, самый решительный, бесстрашный и не знающий над собой никакого принуждения человек. Из такого разряда выходят в решительные минуты зачинщики и вожаки. Они вдруг резко и крупно проявляются и обозначаются в минуты какого-нибудь крутого поголовного действия или переворота. И все бросаются за ними, идут слепо, идут до самой последней стены, где обыкновенно и кладут свои головы. Достоевский сразу почувствовал в клейменном и поруганном населении Омской казармы выдающихся самородков. Это были яркие проблески в густых потемках заточения. Все это только мелькнуло передо мной в этот первый безотрадный вечер моей новой жизни. Мелькнуло среди дыма и копоти, среди ругательств и невыразимого цинизма, в мифетическом воздухе при звоне кандалов, среди проклятий и бесстыдного хохта. В мифетическом затхлом удушливом. Борьба за жизнь Не владевший каким-либо ремеслом, петербургский литератор был зачислен в разряд чернорабочих. Он вертел в мастерской неповоротливое точильное колесо, он обжигал на заводе кирпичи или подносил к стройке эту грузную кладь, он разбирал на иртыше старые казенные барки, стоя по колено в ледяной воде. Ему приходилось выполнять работу в нестерпимую стужу, когда ртуть замерзала. Начальство строго получило высочайшее предписание содержать политического Достоевского в полном смысле арестантом, без всякого снисхождения. Надо поражаться, как не погиб здесь писатель, пишет историк царской тюрьмы. Лозунг всего тюремного управления того времени требовал делать острог местом одних только лишений и страданий. Если бы тюремной администрации удавалось проводить этот лозунг до конца, то эти кладбища живых стали бы кладбищем мертвецов. Инстинкт самосохранения обитателей тюрем не мог с этим помириться. Во строгах и арестантских ротах велась упорная борьба за жизнь. Гернат История царской тюрьмы ТОВТОРОЙ Москва 1946 год Примечание автора Одним из проявлений такой борьбы был каторжный спектакль. На праздниках начальство разрешило арестантам дать представление. Выделились актеры из молодых и бойких, составили афишу из трех отделений, маляры расписали занавес и декорации, музыканты-любители устроили оркестр из балалайк, скрипок, гитар и бубна. В пестрой программе с пантомимой и балетом Достоевский особенно заинтересовался водевилем и комедией. В одноактной шутке актера Григорьева Филатка и Мирошка представлялась в народном духе история деревенской красавицы Груши, которая предпочла домогательством судейского подьячьего Забираева чувство преданного ей простого денщика. Незатейливый сюжет привлекал живым простонародным языком, куплетами для каждого персонажа, веселыми и скабрезными намеками. Блестящим актером показал себя игравший простака Филатку арестант Баклушин, темпераментный весельчак полной огня и жизни, которого Достоевский даже поставил высшей исполнителей той же роли на императорской сцене. Увлек писателя и буфонный кедрил обжора. Пьеса эта напоминала петрушку кукольного театра. В центре действия плут слуга, глупец, хитрец, трус, обманщик и сластолюбец. Его вместе с барином под конец пьесы черти уносят в ад. Уже под конец жизни Достоевский смотрел Петрушку на одном детском празднике и признал эту бессмертную народную комедию в высшей степени веселой, художественной, удивительной. Герой пьесы Пульчинелла, по разъяснению Достоевского, это что-то вроде Дон Кихота или Дон Жуана, а сам Петрушка вроде совершенно обрусевшего Сан-Чо-Панси и Лепорелло. Это народный характер. Мне всегда казалось, что Петрушку можно поставить на нашей Александринской сцене. Публика ломилась бы в театр. Черновой набросок к дневнику писателя 1876 года. Русские писатели о литературном труде. Том 3, страницы 160-161. Примечание автора В постоловке арестантов чувствовались преемственность предания, установленные приемы и понятия, театральные традиции нескольких поколений. На этих безвестных сценах и берет по Достоевскому начало наше народное драматическое искусство, заслуживающее специальных разысканий и изучений. В игре арестантов автор записок из «Мертвого дома» отмечает веселость, непосредственность, увлечение искусством, дар импровизации. Подлинный нерв комедии, блеск неожиданного экспромта и непринужденной вольной трактовки роли был в высокой степени свойствен актерам острога. Женские роли исполнялись мужчинами. Зал хохота встретил бароню, то есть каторжника Иванова, появившегося в открытом платье с голой шеей, зонтиком и веером в руках. Сценическая одаренность народа здесь била ключом. Сколько сил и таланта погибает у нас на Руси, иногда почти даром в неволе и в тяжкой доле, раздумывал один из зрителей этого необычайного зрелища. Чутко воспринимал Достоевский и песни, распевавшиеся иногда целым хором под аккомпанемент балалай и гармошек. Слушиваясь в игру этих простонародных инструментов, он в первый раз помнил тогда совершенно, что именно есть бесконечно разгульного и удалого в разгульных и удалых русских плясовых песнях. Но крестьянские мотивы здесь звучали редко, пелись больше особые, арестантские, разбойничьи. Распевались здесь и городские, мещанские, лакейские, подчас юмористические, нередко близкие к жанру жестокого романса. Национальные напевы дополняла подчас местная степная мелодия. Слушивался писатель арестант и в заунывную песню киргизов, доносящуюся с дальнего берега. Свою бессмертную книгу о каторге сам автор называл заметками о погибшем народе. Историю своего заточения он завершил знаменитым раздумьем. Весь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это может быть и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват? То-то, кто виноват. Такое новое понимание каторжного людо возвещало углубление в творчестве Достоевского темы народа, с которым должен был по его мысли слиться высший культурный слой русского общества. Это сложившееся во строге убеждение и станет программой его послекаторжной деятельности. «Сколько я вынес из каторги народных типов и характеров, писал вскоре Достоевский, сколько историй бродяг и разбойников и вообще всего черного горемычного быта на целые томы достанет». Некоторые из таких материалов были разработаны Достоевским. Он рассказал в своих записках, как солдат Спироткин заколол ротного командира, как унтер-офицер Баклушин, талантливый и веселый шутник, застрелил из ревности немца, отбившего у него невесту, как Акулькин муж зарезал свою ни в чем не повинную и безжалостно оклеветанную жену, как распутный помещик отнял у своего крепостного невесту в самый день их венчания и как тот за ласку к молодице отблагодарил барина топором. Но Достоевский вынес из каторги и ряд образов для своих больших романов. Не бродяги и разбойники, а люди мысли или сильных страстей, подчас же и противоположные типы удручающего духовного распада, восходят в его позднем творчестве к населению омской крепости. В Раскольникове ожили черты острожных гордецов и властолюбцев, бестрепетно разрешающих себе во имя высших целей кровь по совести. Свидригайлов отразил глубокий аморализм арестанта Аристова, выходца из дворян, ценителя искусств, художника-портретиста, получившего даже во строге кличку Брюллов. Изощренно умный, образованный и красивый, он решился продать кровь десяти человек для немедленного удовлетворения своей неутолимой жажды к самым грубым и развратным наслаждениям. Ставрогин напоминает каторжника Петрова своей огромной внутренней силой, не знающей на чем остановиться. Есть в таких натурах нечто отстеньки разина, отмечает Достоевский. Необъятная сила, непосредственно ищущая спокою, волнующиеся до страдания и с радостью бросающиеся во время исканий и странствий в чудовищные уклонения и эксперименты, может все же установиться на такой сильной идее, которая сумеет организовать эту беззаконную мощь до елейной тишины. Отцеубийца из дворян поручик Ильинский, оказавшийся неповинным в приписанном ему страшном преступлении, возвещает личности судьбу Дмитрия Карамазова. Наконец, острожный экзекутор, поручик жеребятников, мастер розги и палки, напомнивший Достоевскому истасканного в наслаждениях патриция времен Римской империи, истощенного всевозможными утонченностями и противоестественностями разврата, намечает незабываемый облик сладострастника Федора Палча Карамазова, у которого настоящая физиономия древнего римского патриция времен упадка, то есть знаменитой эпохи распущенности нравов и изощренности наслаждений. Люди и нравы каторги в сочетании с раздумьями Достоевского вырастали в колоссальные фигуры его поздних романов. Здесь же возникали эпические замыслы огромной философской глубины, как задуманная им на нарах исповедь, которая, не переставая углубляться и шириться, выросла через десять лет в одну из величайших книг мировой литературы «Преступление и наказание». Перерождение убеждений Уже в каземате Алексеевского Равелина, откуда еле виднелся в ясную погоду клочок неба, Достоевский между двумя допросами, охваченные тревожными раздумьями о своем будущем, испытывает первые колебания в своих недавних убеждениях. Он во всяком случае начинает понимать, что проводить их в жизнь ему уже не придется и что его гражданское спасение, не говоря уже о физическом, потребует от него тяжелых отречений. 22 декабря 1849 года, вернувшись с Ашафота, он пишет брату «А вот когда-нибудь вспомним нашу молодость и надежды наши, которые я в это мгновение вырываю из сердца моего с кровью и хороню их». Это первая декларация Достоевского об отказе от своих вольнолюбивых мечтаний. Но одновременно это и свидетельство о его глубокой преданности им, поскольку эти заветные верования нужно было вырывать с кровью из глубины сердца. Но такая моральная казнь не могла осуществиться мгновенно. На ее развитие и завершение потребовались годы. В Сибири огромная внутренняя работа писателя, лишенного пера и книги, ни на мгновение не прекращалось. Медленно подвергались суровой переоценке первые идейные увлечения. Под звучание арестантских песен и подляск кандалов шел глубокий пересмотр бывшим петрашевцам всех воззрений и его молодости. Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений, писал в 1873 году Достоевский, имея в виду переход от утопического социализма сороковых годов к реакционным воззрениям после каторжного периода. Но несколько верных указаний будущему исследователю своей жизни он все ожидал. Мы знаем по его собственным признаниям, что за омское четырехлетие он пересмотрел всю свою прошлую жизнь, подверг себя строгому суду и радикально перестроил свое раннее миросозерцание. Это был как бы суд в подземелье, в полной оторванности от общества, в глубоком духовном одиночестве. Сам он вскоре писал «Одинокий душевно я пересматривал всю прошлую жизнь мою, перебирал все до последних мелочей, вдумывался в мое прошедшее, судил себя один, неумолимо и строго, и даже в иной час благословлял судьбу за то, что послало мне это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни». Особенно тяжело переживал писатель, раскрывшуюся ему на каторге отчужденность от народа. Ее нужно было преодолеть во что бы то ни стало, и не только каторжнику второго разряда, но и автору бедных людей. Настоевскому показалось, что он достигнет этой цели отказом от своих социалистических убеждений, которые ошибочно представились ему теперь антинародными, космополитическими, нерусскими. Ему казалось, что религиозные представления закрепощенного крестьянства и исповедуемое им православие открывают единственный путь вчерашнему фурьеристу к народному корню, то есть к раннему мироощущению Достоевского, к московской старине, преданиям, почве, патриархальным верованиям своего семейства русского и благочестивого. Такой обратный поворот Достоевского в Омске подтверждается рядом мемуарных свидетельств о том, что ссыльно-каторжный писатель уже высказывал во строге свои консервативные убеждения, в которых отчетливо звучали темы его позднейшей охранительной публицистики. Сибирские стихотворения Достоевского на европейские события 1854 года, на 1 июля 1855 года и умолкла грозная война, были вызваны соображениями об ускорении его реабилитации, но они выражали и подлинные убеждения автора в духе того нового великодержавного направления русской поэзии 50-х годов, который возглавлял его друг Аполлон Майков. Некоторые черты национализма и религиозно-нравственной проповеди имеются, как известно, и в записках из Мертвого Дома. Мысли и убеждения меняются. Меняется и весь человек, пишет Достоевский 24 марта 1856 года. В словах этих слышится грусть. Это боль расставания с убеждениями юности, с верой в освобождение человечества от оков самовластного прошлого и высший смысл существования художника, призывать и вести свое поколение к преобразованию мира, к правде и справедливости. Но возврата к минувшему уже не было. Необходимо было строить другие идеалы, а для людей духовного типа Достоевского это означало противоположные. С обычной беспощадной искренностью он признавал, что изменил своим прежним убеждением. Письмо Майкову 2 8 1868 года. Итогом каторжных раздумий было и письмо Достоевского жене декабриста Фонвидиной сейчас же по оставлению Острога. Я скажу вам про себя, что я дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор, и даже, я знаю это, до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. А между тем, в 1854 году Достоевский декларирует свое безверие, смягченное лишь философским интересом к христианству. Возникает вопрос, когда же пережил он свой религиозный кризис? Думаем, что для Достоевского таким переломом была смертная казнь 22 декабря 1849 года. Это был полный внутренний переворот, о чем он сам не раз писал. Та голова, которая создавала, жила высшую жизнью искусство, которая сознала и свыклась с высшими потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих, сообщал он брату в самый день пережитой кары. А через двадцать лет, описывая этот обряд, он вспоминал, что крест, который часто и даже поминутно подставлял к его губам священник, он, приготовленный к смерти, спешил целовать, точно спешил не забыть захватить что-то про запас на всякий случай, но вряд ли в эту минуту что-нибудь религиозное сознавал. В момент является навсегда основой мироощущения Достоевского, несмотря на весь его живейший интерес к вопросам религиозной проблематики. 23 января 1854 года заканчивался срок каторжных работ Достоевского. В феврале он навсегда оставил Омский острог. Рано утром, до выхода арестантов на работу, он обошел казармы и в полусумраке рассвета простился со своими клейменными товарищами. Вместе с ним покидал тюрьму и Дуров, вошедший во строк молодым и бодрым и выходивший из него полуразрушенным, седым, почти без ног и садышкой. Их повели в инженерную мастерскую расковать от цепей. Достоевский подошел к наковальне после Дурова. Кузнецы засуетились. Ногу положили на станок, повернули заклепку, ударили молотом. Наконец скандалы, звеня и громыхая упали. Свобода, новая жизнь, воскресенье из мертвых, экая славная минута. В том же феврале 1854 года ссыльно-каторжный Петрашевец, закончивший полный срок своего заточения, был зачислен рядовым в сибирский 7-й линейный батальон, стоявший в дальнем степном губернаторстве. Великобритании. Великобритании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова